Сюжет Сопрано начинается как веселая притча, но финал сериала едва ли напоминает сказку. Еще в первом сезоне я понял, что арка Кристофера, о которой тот так часто говорит, вряд ли закончится хэппи-эндом, и на это есть ряд причин. Сегодня я расскажу, как неверный выбор привел мультисантик гибели. И мы с вами ответим на главный вопрос, почему в финале Сопрано Тони убивает Кристофера. Меня зовут Иван Пятовский, вы на канале Последний Киногерой. Несмотря на жалобы Кристофера о том, что у него нету арки, в реальности арка есть у каждого из нас, только выглядит она по-разному. Арка Кристофера начинается с момента его рождения. Мы с вами знаем, что условия, в которых мы рождаемся, сильно влияют на нас, как и люди, которые нас с вами окружают. Предстрастие мультисантика к наркотикам было результатом как природы, так и воспитания. С точки зрения природы, Кристофер, как и его кузен Тони Блондетта, помешанный на азартных играх, по всей видимости, унаследовал свою зависимость. Мать Кристофера – алкоголичка. Его двоюродный дядя, отец Кармелы Сопрано, как минимум без 5 минут алкоголик. Стоит понимать, что Кристофер – сын Дики Малтисанти. И как мы с вами видели в фильме «Множественные святыни у арка», Дики серьезно сидел на стакане, то и дело попивая беленькую днем и ночью. Вредные привычки папашки еще аукнутся Крису. В приквеле Сопрано мы наблюдаем, как человек Джуна убивает отца Кристофера, делая его мать вдовой, а Криса без отцовщины. Я не буду влезать в дебри и рассказывать, как много фигура отца значит во взрослении и жизни мужчин. Но думаю, здесь и так все понятно. Матери в одиночку трудно расти сына. Отсутствие отца негативно отражается не только на детстве пацана, но все это обычно затягивается и отражается на взрослой жизни парней. Короче говоря, Кристоферу нужен был отец, и он находит его в лице Тони Сопрано. Конечно, у Тони есть родной сын, но к его глубочайшему сожалению Энтони-младший едва ли тянет на мафиози. К тому же сынок умудрился перенять главный козырь Тони – панические атаки. А Сопрано, нетрудно догадаться, хочет обзавестись достойным наследником, который сможет взять на себя бразды правления после ухода на пенсию или смерти правящего босса. Что немаловажно, Тони и Криси представляют собой два разных поколения мафиози. Тони – старшую школу, а Кристофер – новое поколение, которое заставило Бодона Корлеона вертеться в гробу как минимум сутки. Обратите внимание, в сериале большинство возрастных мафиози не употребляют наркотики, а если конкретнее – кокаин или героин. Когда-то в рядах мафии даже торговля наркотиками являлась табу, но когда до боссов дошло, какую прибыль сулить такой бизнес – запрет ослабили. Тем не менее, среди олдскул мафиози употреблять наркотики считалось неприемлемым. Но все в корне меняется, когда подрастает мафиозная молодежь. Новое поколение мафиози не прочь мазаться, что естественно мешает бизнесу, ведь из таких ребят очень легко получаются стукачи. Наркотики заставляют действовать иррационально, идти на неоправданный риск, становятся причиной чрезмерной агрессии или паранойи. Вспомните финал фильма «Славный парень», к чему употребление и торговля привели Генри Хилла. Чтобы залететь по-крупному, достаточно просто торговать. Дэви Чейз отлично показывает в Сопрано, как полицейские принимают пусси. Толстяк барыжил дряни в свободное время, и после прессинга некогда ровный мафиоза становится информатором. Но вернемся к рису. Еще в первом сезоне наш товарищ начинает писать сценарий к фильму. «Рокко, я думал мне конец, но наконец я смел его победить». Адриана даже дарит ему ноутбук и профессиональный софт для сценаристов. Зная многое из жизни мафии, Крис ставит перед собой задачу написать хит как минимум не хуже Дони Браско. Крис не тупой, но в силу своей неопытности герой не понимает, что подобные сценарии, тем более в основу которых ложатся реальные события, мафиоза вправе писать только отойдя от дел или начав новую жизнь в программе защиты свидетелей. Далеко ходить не надо. Вспомните Майкла Франкезе или Гарри Грея, автора книги «Однажды в Америке». Книга является его автобиографией. Да, какое-то время Малтисанте удается продолжать писать сценарий, но вся затея идет Джинни под бородавку, когда о хобби Кристофера узнает Тони. В тот момент Сопрано недвусмысленно доводит до Кристофера, что в их кругах такого рода киношникам не место, и заявляет, что для Кристофера настало время выбирать, кем он хочет быть – киноделом или славным парнем. Конечно, дилемма не из легких, но в конце концов желание стать мафиози внутри Кристофера берет верх, и сценарий отправляется в полку. Давайте проясним. Тони любил кино. Мы часто видим его сидящим перед телеком. Дело в другом. Сценарий Малтисанте мог попросту навлечь на семью беду, поэтому Сопрано решает превентировать проблему, чем потом с ней бороться. Тем более, на кону не просто деньги или уважение, на кону судьбы людей. Одно дело отправиться в школу за мелкое нарушение, но совсем другое – загреметь в тюрягу на двадцатку по закону Рика. На такие жертвы Сопрано идти не готов. Чтобы наглядно показать, что я имею в виду, говоря о неопытности Криса, давайте вспомним, как Малтисанте сделал себе гости. Всё верно – убив Эмиля Колора. В самом начале Малтисанте планировал бросить тело в мусорный контейнер компании Колор Бразерс, чтобы передать послание а-ля Лукобразе из Крёстного Отца. Но более опытный Пусси убедил его спрятать тело в другом месте, так как это принесёт меньше хлопот команде. Как никому другому в сериале, Кристоферу было дано огромное число вариантов расстаться с мафией. Ещё во втором сезоне Тони предлагает Малтисанте покинуть мафию, добавив, что если тот уйдёт и займётся карьерой в Голливуде, ему не придётся беспокоиться о каких-либо последствиях. Но Крис, как обычно, отбрасывает возможность. Он с пониманием относится к ультиматуму Тони, ведь в тот момент Малтисанте на 200% лоярен Сопрано. Однажды он даже заявляет, что пойдёт за Тони в ад, если потребуется. То же самое можно сказать, и о Тони. Он любит племянника и видит в нём потенциальную замену. Тони хочет научить Крисе ремеслу славных парней, поэтому ставит племянника во главе схемы с акциями. Вскоре подопечный Криса совершает неудачное покушение на его жизнь, вследствие чего Малтисанте надолго прописывается в больничке. Тони лично решает поквитаться с обидчиками Криси и вместе с Пусси избавляется от Мэтью Бивилаква. Оправившись от ранений, Криса ждут отличные новости. Совсем скоро книги откроются, и дядя Тони говорит племяннику, чтобы тот готовил костюм. Скоро Малтисанте посвятят в умники. Поступки говорят громче, чем слова, и нам ясно, что Тони очень сильно эмоционально привязан к Кристоферу, иначе он бы не стал выдвигать кандидатуру Малтисанте в качестве претендента на звание умника. Давайте не забывать, что вместе с Крисом в ряды славных парней вступает Юджин Пантекорва. Несмотря на свой возраст, на момент сериала Пантекорва 40-45 лет, Юджин по-прежнему ассоциированный член мафии, самый низкий ранг. Я полагаю, что Юджин захотел присоединиться к умникам, когда ему было 15-16 лет. Обратите внимание, чтобы стать солдатом, ему потребовалось около 30 лет, в то время как Кристоферу на момент клятвы где-то тридцатка. Тони желал как можно скорее сделать Кристофера неприкасаемым. Кстати, во время проведения церемонии он заметил на подоконнике ворона и щел это дурным знаком. Малтисанти служит в качестве рупора Тони, передавая его распоряжение подопечным, чтобы уберечь Сопрано от потенциальных обвинений. Но не стоит заблуждаться, мафия это не костел, здесь все имеет свою цену, и каждый пытается извлечь собственную выгоду. То же самое касается и Тони. В сентябре 2002 года Сопрано предпринимает беспретендентный шаг, приказывая Малтисанти убить копа в отставке. Тони утверждает, что именно Хайду виновен в гибели отца Кристофера. Хайду отрицает свою вину, но Малтисанти все равно его убивает. Лично я думаю, коп не имеет никакого отношения к убийству Дики. Таким образом, Тони хочет проверить преданность Кристофера. Выполняя задание, Кристофер, можно сказать, продает душу дьяволу. Почему я считаю, что коп не при чем? Это был последний день его службы. Я предполагаю, что в течение своей полицейской карьеры он помогал семье Сопрано или Тони лично улаживать не совсем законные дела. Другими словами, коп знал слишком много. После выхода на пенсию он становится обузой для Тони, и Сопрано решает избавиться от потенциального свидетеля, ну а заодно хочет проверить Кристофера. Но нет Худа без добра. Вскоре после убийства копа, Поли Галтиери заезжает на тюрьму, а Крисис становится действующим Капа. Именно в этот момент наркозависимость Малтисанти целиком выходит из-под контроля. После того, как Тони обращается к Крисис с просьбой избавиться от трупа Ральфи, Сопрано догадывается, что Малтисанти под кайфом. Но оно и не трудно. Посмотрите хотя бы, как Криси закрывает огонь зажигалки от ветра, находясь в жилище Ральфа. Несмотря на то, что им успешно удается избавиться от тела, Тони решает, что его племяннику требуется помощь. Тогда, после неудачной интервенции, Тони заявляет, что скоро Кристофер отправится в лечебницу, чтобы бороться с недугом. Тони добавляет, что Пэтси Паризи будет неподалеку и присмотрит за Крисом. И хотя задача Пэтси охранять Криса, Тони намекает, что Пэтси вправе убить Малтисанти, если тот попытается покинуть клинику, не закончив курс терапии. Как мы видим, Сопрано настроен решительно. В этот момент он начинает понимать, что Крис становится слабым звеном в их системе. Но, к счастью Кристофера, ему хватает сил закончить лечение. Вернувшись из клиники, Кристофер становится новым человеком. Он искренне нацелен на сохранение трезвости и улучшение своей жизни. Но сколько бы Тони не твердил, что хочет, чтобы Кристофер стал лучше, его ничто так не раздражает, как мысль о том, что кто-то становится лучше. Люди, меняющиеся к лучшему, лишь напоминают Тони о том, что с годами он сам становится только хуже. Забегая наперед скажу, как бы Тони не осуждал Кристофера за его срыв в шестом сезоне, этого можно было бы избежать, если бы Тони проявил чуть больше поддержки. Вскоре Малтисанти назначают ответственным за операцию с контрабандой сигарет. Во время путешествия Малтисанти в Северную Каролину за папиросами, Тони и Адриана попадают в аварию, и начинает ходить слух о том, что причиной аварии стал Минет. Узнав об этом, Малтисанти бычет на вид из патафора, напивается и целится в Сопрано. Лично я думаю, что Тони убил бы Малтисанти, слишком силен его инстинкт самосохранения, чтобы позволить Крису затаить на него злобу. Но, к счастью, в дело вмешивается их кузен Тони Блондетта, и тем самым спасает Крисе жизнь. Я также считаю, что в этом случае нет жертв, каждый из участников виноват по-своему. Для Кристофера уму непостижимо, что Тони, его дядя, может мутить с Адрианой, его невестой. Но Крис сам спит с невестой своего кузена Грега в серии D-Girl во втором сезоне. Что касается Тони, я уверен, что он не упустил бы шанс залезть в трусики Адрианы. Можно сказать, енот спас всю ситуацию. Между Тони и Эйд существует некая химия. Несмотря на то, что Тони отрицает сексуальное влечение к невесте племянника, всем и так всё ясно. Это ещё раз показывает, насколько сильно Тони готов поступиться принципами для личной выгоды. Мы вернёмся к этому в конце видео. Полагаю, в этот момент начинает расти недоверие Кристоферу по отношению к Тони. Конечно, Блондет разруливает ситуацию с помощью доктора. Но остаётся одно маленькое но — слухи. Стоит пустить слух, и он начинает жить собственной жизнью. Достаточно вспомнить случай с неудачным анекдотом Ральфа Сефарета в адрес Джинни Сек. В обоих случаях слухи чуть не стоили некоторым людям жизни. Некоторое время спустя Малтисанти вместе с Сопрано и Блондетто отправляются на ферму дядюшки Пэта. Вместе они помогают Пэту переместить тела, спрятанные на ферме, так как Пэт задумывает переезд. Будучи на ферме, Малтисанти вспоминает, как два Тони задирали его в детстве. И их отношение к нему снова повторяется, когда они осыпают его издёвками по поводу его проблем с зависимостью. Самое большое испытание верности Кристофера происходит, когда Адриана раскрывает, что она информатор ФБР. ФБР ловко берёт Адриану на крючок, заставляя её сотрудничать. Крис, естественно, ничего не подозревает. Агенты советуют Адриане вступить в программу защиты свидетелей. Невзирая на риск, Адриана говорит, что попытается убедить Кристофера присоединиться к программе защиты свидетелей вместе с ней. Услышав правду, Малтисанти в порыве гнева душит Эйд, но в последний момент останавливается. Далее Крис вроде как медится с правдой и говорит, что ему нужно отъехать на заправку. На заправке Крис замечает жалкого паренька с семьёй и их убогую колымагу. Их личные вещи загружены на крышу развалюхи и перевязаны бечёвкой. Всё выглядит так, будто семья скитается в поисках лучшей жизни. Кристофер видит тех, кем, как ему кажется, он станет, покинув мафию. Кристофер настолько втянулся в игру, настолько ослеплён Тони, что для него, как он себя убеждает, нет иного выбора. Я думаю, что в тот момент Малтисанти смотрит на обычную семью среднего класса, но мы видим их искажённую версию, потому что именно так Крис видит мир. Самым сильным страхом Кристофера была долбанная обыденность жизни. Сделав свой выбор, Крис отправляется прямиком к Тони, чтобы сообщить Сопрано страшную тайну. Тони бросается на Кристофера, требуя сообщить местонахождение Эйд. Колеблясь, Кристофер сообщает, что Адриана дома. Далее Сопрано с помощью манипуляции заставляет Адриану поверить, что Малтисанти пытался покончить жизнь самоубийством. Добавляя, что уже послал Сильвио доставить её в госпиталь. В итоге её отвозят в лес и казнят. Хотя Кристофер и пытается убедить себя, что сделал правильный выбор, к шестому сезону он перестаёт быть похожим на самого себя. Он женится на женщине, которую едва знает. И, невзирая на то, что он постоянно выражал ненависть к Адриане, в глубине души Крис понимает, что предал ту единственную, которая любила его по-настоящему. Самое ужасное, что несмотря на огромную жертву, которую он принёс ради членов семьи, в ответ он не получает никакой благодарности. К слову, Тони терпеть не мог слушать, как Кристофер снова и снова твердит о своей жертве, в результате чего в голове Тони возникают нехорошие мысли. Далее в шестом сезоне мы вместе с героями Сопрано смотрим великолепный дебют Кристофера Клива или Тесак, где салибой построен на персонажа Тони, и где невооружённым глазом заметно, как Кристофер испытывает к Тони смесь любви и ненависти, видев Сопрано преграду, которая отделяет его от счастья. Далее Кристофер идёт навести Джей Ти Долана, чтобы выговориться. Джей Ти заявляет Кристоферу, что не желает слышать о его мафиозных делишках. В порыве ярости Кристофер достаёт волыну и делает дырку в голове Песаки. После гибели Джей Ти нам становится ясно, что арка Кристофера подходит к концу. Особенно учитывая, что за несколько секунд до смерти Джей Ти Кристофер грозится пролить свет на секреты Тони Сопрано и обнародовать детали смерти Ральфа Сифаретта. Удача Кристофера заканчивается в эпизоде Кеннеди и Хайди. Он и Тони попадают в серьёзную аварию, возвращаясь со встречи с Филом Леотардо. Песня, которую Крис слушает во время поездки – Comfortably Numb. Увидел краешком глаза. В песне поётся о безжизненном состоянии, достигаемого во время приёма наркотиков. С алкоголем и наркотиками в крови Кристофер теряет контроль над авто, съезжает с дороги, несколько раз переворачивается, после чего останавливается в кювете. Кристофер решает не пристёгиваться и в результате аварии получает серьёзные повреждения внутренних органов, о чём говорит кровь, которой он кашляет. Кристофер просит Тони вызвать такси, так как он провалит тест на наркотики и его лишат прав. Я не пройду тест. Вызови мне такси. Возмущённый таким открытием, к тому же опасаясь, что Кристофер народ компромат, Тони решает подстраховаться. Совершенно спокойно он разбивает окно и с силой хватает Кристофера за нос, в результате чего тот захлёбывается собственной кровью. Мало того, что это превосходно завершает арку Кристофера, но и отлично развивает арку Тони. В начале сериала нам кажется, что Тони – обыкновенный человек с положительными и отрицательными чертами, но в финале шоу Дэви Чейз блестяще демонстрирует, что Тони – зло. Серия «После смерти» Кристофер подчёркивает, что Тони скатился настолько низко, что даже не в состоянии заставить себя притвориться, что горюет о потере близкого человека. Сопрано многократно оправдывает совершённое им убийство, ссылаясь на то, что ветка дерева врезалась в детское кресло. Но давайте смотреть правде в глаза. Тони убил Кристофера, потому что тот стал для него угрозой. Тони – один из самых умных персонажей Сопрано. Ему знаком дебютный фильм Криси. Он видел, как Салибой умирает в фильме, и он не хочет для себя такого счастья. К концу сериала Тони серьёзно сомневается в лояльности Криса и осознаёт, что Кристофер может рассказать о его секретах в любой момент. Существует множество причин такого печального финала для Кристофера, но в основе всего лежит осознание им того, что он совершил неверный выбор и уже никогда не сможет изменить ситуацию. И этот факт делает смерть Кристофера ещё более печальной, ведь Малтисанти упускает свой шанс обрести счастье ради человека, который в итоге его убьёт. Может ли Поли стать достойным боссом? Являясь фанатом Сопрано, я то и дело задаюсь этим вопросом. Если на чистоту, я считаю, что из Поли Галтири получился бы ужасный босс. И сейчас я назову пять причин почему. Меня зовут Иван Пятовский, вы на канале Последний Киногерой. И наш топ открывает самый главный изъян ореха, а именно Поли Галтири – хреновый стратег. Лучше всего это демонстрирует ситуация между Поли и Джонни Секом. По порядку. Мотая срок в исправительном учреждении, Поли недоволен ситуацией и считает, что команда из Джерси не должным образом заботится о своём товарище. Полагаю, что Поли ждёт, что его навестят, а также помогут деньжатами. Но и то, и то его собственные хотелки. В криминальной среде ни один мафиози в своём уме не станет навещать коллегу за решёткой. Их беседу могут записать, а затем использовать против них в суде. К тому же, зачем привлекать к себе внимание? Вы наверняка видели в кино, как бандиты навещают коллег за решёткой. Но в реальности это происходит крайне редко. Даже Джонни Сек, находясь за решёткой, использовал родственника в качестве связного. Шурин Джонни служил обратным каналом для связи с Секом. А Джонни – босс, а не просто Капа как Поли. Тогда почему Галтиери требуют к себе особого отношения? Отличный пример, знакомый нам всем – Генри Хилл, соавтор книги «Мудрец» и главный герой фильма «Славный парень». В фильме его сыграл Рей Лиота. Так вот, как пишет Генри, попав за решётку, забудь о помощи с воли. Никто не станет помогать тебе, ты сам по себе. Во время отсидки единственная, кому Генри был не пофиг, была Карен Хилл, его жена. Она приносила ему еду, а также различные психотропные вещества, которые Генри удавалось продавать в стенах тюрьмы, что позволило ему относительно комфортно жить в заключении. А мы жили отдельно. И мы рулили тюрягой. Ну а после Поли совершает ход конём, решая отбелить пятую точку Джонни Сека и Кармайна Старшего. Он начинает сливать инсайдерскую информацию Нью-Йорку. Таким образом, он планирует заполучить местечко в их семье. Вот мы иногда разговариваем. Я тебе о своих проблемах рассказываю, ты мне о своих. Кто-то может возразить. Но ведь он не сказал ничего серьёзного. Как бы не так. Поли любезно делится с Джонни Секом шуткой Ральфа. И это чуть не приводит к гибели как Сефарета, так и самого Джонни. К тому же это приносит кучу проблем Тони Сопрано, который вынужден защищать интересы своих людей и команды. Плюс ко всему, через Поли Джонни становится известно об афере с недвижимостью, что позволяет преступной семье Лупертаци потребовать свою долю. Я думаю, укажи тогда Джонни на Галтиере, Тони организовал бы убийство Крота. И дело с концом. К тому же в финале оказывается, что всё это время Сек водил Поли за нос. И Кармен понятия не имеет, кто такой Поли. Он даже о нём не слышал. А как там Кармен? Интересуется как ты. Передавай мои мои лучшие пожелания. Ситуация ещё раз подчёркивает, что Поли никудышный стратег. Он не видит дальше своего носа. Поли Галтиери не может довести дела до конца. Галтиери любит напомнить всем, что за плечами у него военная служба. Что он весь из себя Рэмбо, способный найти выход из любой ситуации. Но правда, как часто бывает, говорит совсем об обратном. Отличным примером служит эпизод Пайн Баренс. Крис и Поли вместе с раненым Валерием идут по заснеженному лесу. Это не прогулка старых друзей. Мафиози из Джерси хотят сделать из Валеры подснежник. Несмотря на явный перевес со стороны противника, Валерий удается застать мафиози врасплох, освободиться и скрыться. И это с дыркой в голове. Оказывается, Крис и Поли теряются и понятия не имеют, как вернуться обратно. Всё усугубляет пронизывающий до костей ветер и мороз. Бандиты одеты не по погоде. Первое время Поли старается держать себя в руках. Но совсем скоро становится ясно, что Галтиери не крепкий орешек. Он стонет, жалуется на всё подряд, винит всех, кроме себя любимого. А когда дядя Поли теряет ботинок, события принимают печальный оборот. Я скажу так. Загорать, сидя рядом с Сатриали, это одно. Но только столкнувшись с проблемами, человек показывает своё нутро. Так и здесь. Молодой и неопытный солдат Криси оказывается крепче, чем закалённый капа старой школы. Хочу обратить ваше внимание на диалог, который происходит между Тони Сопраной и Поли в автомобиле. Сопрано спрашивает Поли, не хочет ли тот довести дело до конца и ещё раз попытаться выйти на след русского Валерия. На что Галтиери с неохотой отвечает, что у него нет никакого желания этим заниматься. Очевидно, что Тони ждал совершенно иного ответа. Тем более Валерий, доберись он до своего друга Славы, может разжечь конфликт между семьёй Димео и командой Славы. И это вряд ли добавит до несчастья. Друзья, подписывайтесь на WhiteShot, мой второй канал о кино. В переводе с английского WhiteShot означает «общий план». И не даром, ведь каждый уважающий себя киноман найдёт там видео по душе. Тут вам и удалённые сцены из Крёстного Отца, редкие удалёнки из схватки, сравнение реальных людей и актёров и многое-многое другое. Заходите, смотрите, пишите своё мнение в комментариях. WhiteShot. Ссылка в описании. Дяде Поли, пора подрасти. Я знаю, что многие фанаты Сопрано, как и я, любят весельчака Поли. Но сегодня мы с вами рассуждаем объективно. Поэтому очевидный факт незрелости Галтьери как личности должен быть взят во внимание. Поли на момент сериала около 60 лет. Крису около 30-ки. Тем не менее, у Поли хватает мозгов, чтобы вести себя как дебилу. Вспомним хотя бы момент с трусиками Адрианы. МОДОФРАС. Галтьери старше Кристофера на 30 лет. Но когда герои сталкиваются лбами, кажется, что Кристофер мудрее Поли. Хотя Малтисанти едва ли тянет на философа. Лучше всего эту теорию подкрепляет путешествие команды из Джерси в Неаполь. Кристофер бросается во все тяжкие. 24 на 7 торчит на героине. Но тем не менее, это не мешает цели их поездки. Находясь в обществе коллег, Малтисанти ведет себя сдержанно. И не пытается совать свой нос в каждую дырку. А нос у него, заметьте, достойный. Нет, бил он не бил. Он его носом задолбил. А что с Поли? Начнем с того, что он ведет себя как последний идиот. Пытаясь следовать традициям, которые ему чужды. Сперва он говорит ерунду во время ужина. А затем, услышав слово Комендатори, Галтиери принимается говорить его каждому итальянцу на своем пути. Давая слову свой собственный смысл. Комендатори! День добрый! Затем он спит с путаной. И стоит ему услышать, что предки той родом из тех же мест, что и его родители, Поли, кажется, готов на ней жениться. Конечно, я утрирую, но думаю, вы понимаете, о чем я. Сперва Орех влюбляется в Италию, но очень скоро начинает ее ненавидеть, обнаружив, что она вовсе не такая, как он себе представлял. Но больше всего меня раздражает то, как Поли ведет себя в обществе коллег из Каморы. Он хуже ребенка, просящего у родителей купить сладкую вату. Тони с командой прибывает в Неаполь, чтобы наладить поставку ворованных авто, другими словами, делать деньги. А не для того, чтобы шляться по окрестностям и валять дурака. А Поли как раз валяет дурака. Он не дает Сопрано продохнуть. То и дело, задавая глупые вопросы в самый неподходящий момент. Может, блядь, прекратишь меня отвлекать? Нас предложили подвезти, ты ведь знаешь, как эти люди щепетильны. Его поведение говорит о том, что он не осознает серьезность их миссий, что еще раз подчеркивает его незрелость и некомпетентность. Поли относится к типу людей, которые сперва делают, а только потом думают. Жопу, небось, рукой подкирал, пока в нашу страну не приехал. Как мы знаем, подобная формула сулит проблемы. Предлагаю вспомнить бессмысленные убийства или передряги, к которым Галтиери имеет прямое отношение. В первую очередь, на ум приходит ситуация с подругой его матери. Галтиери пытается стащить сбережения старушки. А когда та застает его врасплох, он не придумывает ничего лучше, чем избавиться от бабули. По-моему, это ужасно и низко. Можете себе представить Тони Сопрано, крадущего сбережения отца Кармелы? Лично я – нет. Еще одна жертва Поли – официант, недовольный чаевыми. Я понимаю, что он смог разозлить мафиозу. Но зачем его убивать? Чтобы привлечь внимание случайных зевак и полиции или загреметь за решетку за убийство первой степени? Глупый и необдуманный поступок. Ну и не стоит забывать русского Валерия, который по яйца в ледяной воде ходил. Я по яйца в холодной воде ходил! Я не говорю, что он мертв, так как его тело не было найдено, а автомобиль Поли чудесным образом испарился. Но давайте вспомним, кто виноват в ситуации с Валерой. Конечно же, дядя Поли. Орех с порога начинает отпускать шуточки про рубли и прочую клюкву. Деньги на музыкальном центре. Надеюсь, не рубли? А затем нарочно провоцирует Валерия, роняя пульт дизайнера интерьеров. Ой! Поли. Хотя, по факту, бандитам лишь требовалось забрать у Валеры долг для сила. И, ко всему прочему, у Валеры водились деньги. И он был рад вернуть должок. В итоге, Малтисанти и Галтиери едва сумели выкрутиться. Самое отвратительное, что Поли пытается повесить всю вину на Криса, в то время как вся вина в действительности лежит только на нём самом. Поли движет корысть и жадность. В своём видео о Кристофере я говорил о моральном компасе. Так вот, у Галтиери этот компас напрочь отсутствует. В конце концов, Поли нарушает самое главное правило мафии. Каждый член организации обязан засылать деньги боссу. Когда Тони оказывается на грани жизни и смерти, Поли отказывается отдать часть денег Армели, аргументируя это тем, что жизнь Сопрано висит на нитке. И Галтиери не видит смысла платить деньги без пяти минут в даве. Вы чё тут, блядь, развели бухгалтерию? По сто штук с каждого, ясно? Если бы после выздоровления Тони правда всплыла наружу, Поли отправился бы вслед за Пусси в программу защиты свидетелей. Хуже всего то, что Тони считает Поли другом. Но, как оказывается, для Галтиери лучший друг это деньги. Если он ставит личные интересы выше интересов семьи, то как он себя поведёт, став боссом? Я отвечу. Он обдерёт всех до нитки. Тони Сопрано, несмотря на все свои недостатки, является неплохим менеджером, способным управлять семьёй и сделать так, чтобы все члены семьи остались в плюсе. Если же Поли получит власть, он превратится в диктатора, который станет исходить сугубо из собственных интересов, что, вероятнее всего, создаст разлад внутри семьи, а позже приведёт к смерти Галтиери. Наиболее яркий пример из реальной жизни – Кармайн Галланты, которого боялись и ненавидели. Знаменитый левша Руджиро из фильма «Донни Браско» отметил, что Галланты всё забирает себе, рулит исходя из собственных интересов, что в итоге приведёт его к утрате доверия ко всем подчинённым, за исключением зипов – сицилийских мафиози. Как не иронично, но именно зипы в финале помогут спланировать казнь своего патрона, а на смену Галланты придёт более смекалистый Филипп Ростелли. Подытожим. Поли убивает без причины, грабит беспомощных стариков, не может самостоятельно разработать схему для заработка, ведёт себя как ребёнок, спихивает вину на других, предаёт друзей, не видит дальше собственного носа, нарушает законы организации и, самое главное, носит на ушах килограмм лапши, повешенный Джонни Сэком. А как там Кармайн? Если Поли и получит власть после гибели Тони Сопрано, то при лучшем раскладе Галтиери станет личным Фреду для Нью-Йорка. Он будет выполнять их приказы, стараясь задобрить хозяев, и в результате его правления команда из Джерси утратит свою автономность. Как говорится, у Поли никогда не было задатков выдающегося Дона. Комендатуре! День добрый! Здорово, друзья! Держитесь крепче, ведь сейчас мы окунёмся в тёмный и опасный мир криминала Нью-Джерси. Мы прольём свет на одного из самых отъявленных героев Сопрано. Мы поговорим о Ричи Априле. Меня зовут Иван Пятовский, вы на канале Последний Киногерой. Ричи начал свою карьеру в мире криминала в раннем возрасте. Примерно в 15 лет он уже выполнял мелкую работу для мафиози. Но лишь попав в поле зрения босса семьи Демио, началось его настоящее восхождение. Так, в 1972 году Ричи доказывает свою силу, одолев в драке двоюродного брата Эрколи, Рокко Демио, отобрав в качестве трофея его кожаную куртку. Эрколи, впечатлённый его жестокостью, велел Ричи сделать кости, убив темнокожего, который торговал наркотиками на территориях старика Демио. Выполнив задание, Ричи стал полноправным членом семьи, попутно обзаведясь собственной бригадой. Однако, Ричи находился в лучах славы весьма недолго. Его отправили за решётку на целых 10 лет. А после освобождения он оказался в уже абсолютно новой организации. Главным был Тони Сопрано. Их отношения были, мягко говоря, натянутыми. Он только что велел тебе завалить еб***о. А меня? Послал в еб***ь. Невзирая на прежнюю дружбу, Тони и Ричи враждовали по деловым и личным вопросам, что вылилось в суровую схватку. Выйти на свободу, Ричи по-прежнему воспринимал Тони не более, чем приятеля своего младшего брата и с огромным трудом мог выполнять приказы нового босса. Ведь когда-то Тони был ниже его по рангу. Сам Април считал, что у него есть своего рода карт-бланш творить что угодно, ведь он отмотал срок, не сдав ни единой души. Признав за Ричи его право на власть, Тони обещает приложить все усилия, чтобы воздать ему должное, но Ричи отвергает это предложение, заявляя, что то, что было его, принадлежит ему, а не Тони. Напряженность между двумя героями росла на протяжении всего сезона, что привело к одним из наиболее ярких и запоминающихся моментов сериала. Выйдя из тюрьмы, Ричи первым делом нападает на Бинди, который был повязанным семьи Сопрано. После неудачных попыток получить деньги от Бинди, Ричи атакует беднягу кувшином с кофе и после отправляется в Бодобинг на вечеринку в честь себя. Позже, когда Бинди не занес Ричи конверт с капустой, у Априла совсем сдают нервы. В итоге он выследил Бинди и пригрозил застрелить его, если тот откажется платить. Дальше ситуация только накаляется. Ричи протаранил его своим авто, зажав Бинди между двумя машинами. Нет, Ричи! О, Господи! И мало того, Ричи дважды переехал парализованного Бинди, навсегда сделав его инвалидом. Тогда Тони пришлось мешаться и загладить свою вину, вынудив Ричи построить для Бинди пандус. Но и этот жест раскаяния был воспринят с враждебностью, о чем Ричи знаменито сказал. Я построю пандус к твоей жопе и загоню туда игрушечный паровозик. Заем Ричи, другу детства Тони и лудоману Дэви Скотина стал катализатором одного из самых бурных противостояний сезона. Когда Скотина сумел сесть за стол в игре Тони с высокими ставками, Ричи взбесился и стал угрожать ему расправой. Тони встал на защиту своего игрока и выгнал Ричи. Позже Тони наказал Ричи за его выходки, заморозив его долг до тех пор, пока не будет погашен долг Скотина перед Сопрано. Ни для кого не секрет, что у Ричи был комплекс Наполеона, что часто проявлялось в его желании доказать окружающим свою крутизну. Мотивом его действий по отношению к Бинзи и другим людям была глубоко укоренившаяся неуверенность в себе из-за своих размеров. В реальности действия Ричи были не более чем попытками компенсировать свои недостатки. Его неспособность смириться с мыслью о том, что пацан теперь может быть боссом, а также то, что его брат был его предшественником и теперь мертв, заставляли его чувствовать себя неуверенно. Кроме того, Ричи был пережитком мафии 80-х. Его величайшее достижение сбыт героина на Джефферсон-авеню, но в мире, который меняется и развивается, это было нечто устаревшее и неактуальное. В серии «Тельнокожаная куртка» в знак дружбы Ричи дарит Тони Сопрано кожаный куртец. «Я этот куртец последний раз одевал в 94-м на стрелку». Ричи хвастается Тони, как разделался с крутым парнем Рока Ди Мео, который когда-то считался самым крутым на районе. Куртка является примером того, насколько Април застрял в прошлом. Зачем Тони носить вещи, которые были популярны 10 лет назад? Ричи не может понять, что мир меняется и поэтому он не в состоянии адаптироваться к новым реалиям. Но несмотря на свой менталитет старой школы, Ричи не лучше остальных мафиозов Сопрано, которые считали себя выше законов мафии. Фич, Шах и другие не соблюдали субординацию, а Ральфи решил открыто не принимать приказы от Тони, и мы помним, к чему это привело. Ричи хотел самоутвердиться и показать другим, что он сила, с которой надо считаться. Тони нерешительно принял подарок, но затем передарил куртку мужу своей уборщицы Лилианы. Ричи приходит в ярость, когда видит, как муж Лилианы носит подарок. Ричи верил, что куртка знак его силы. Тем временем напряжение между Ричи и Тони продолжало расти. Ричи недолюбливал протеже Тони Кристофера Малтесанти из-за его бурных отношений с племянницей Ричи Адрианой Ла-Серва. Думаю, все помнят его лучшую фразу «Еще раз тронешь мою племянницу, в следующий раз моего лица не увидишь». Понял? Эти постоянные терки в конечном счете привели к безуспешному покушению на жизнь Кристофера двумя молодыми повязанными семьи Сопрано Мэтью Бивилаква и Шоном Гесмонте. Два туго-дума рассчитывали произвести впечатление на Ричи, уложив Криса. Однако план в итоге провалился и оба были убиты. Хотя Ричи не был причастен к планированию убийства и впоследствии отказался помогать Бивилаква, данный инцидент только усугубил конфликт между Ричи и Тони. Позвольте мне вставить мои пять копеек. Я думаю, что Ричи нарочно сказал фразу насчет своей нелюбви Кристоферу в присутствии двух болванов. Но почему он это сделал? Потому что Ричи человек с большим опытом, который точно знает, куда нажать, чтобы посеять зерно в каменных головах двух болванов. Некоторые могут спросить, а почему Ричи не приказал кому-то из своей бригады разобраться с Крисом? Но ответ на этот вопрос очевиден, это бы вылилось в открытый конфликт с Тони. А кто здесь главный? Конечно же Сопрано. И не стоит забывать, что Тони крепче, чем зубы Априла. К тому же, если никакие нити не ведут к Ричи, то он всегда может откреститься от произошедшего. Это обычная практика в рядах мафии. Вспомните хотя бы покушение на Коломбо, исполненное темнокожим, или событие фильма убийства китайского букмекера, где мафиози подписывают должника забрать жизнь лидера триад в Лос-Анджелесе. И в Сопрано тоже хватает примеров. Взять хотя бы покушение на Тони двумя брикетами. Но, пожалуй, самым шокирующим моментом стал крах скотина. Дэви задолжал Тони и Ричи так много, что те забрали его магазин и начали мутить схемы, в результате чего скотина разорился. После освобождения Ричи возобновил свои давние отношения с сестрой Тони Дженнис. Однако, несмотря на свое родство с Тони, Дженнис часто убеждала Ричи бросить вызов Тони, поскольку хотела быть женой босса. В один из вечеров Дженнис во время гребли произнесла слова, расстроившие Ричи. Дженнис упомянула о реальном убийстве босса Гамбина Джоном Готти. Бывали моменты, когда Ричи пытался смириться с фактом, что Тони теперь босс, но Дженнис всегда находила способ помешать его успехам. Дженнис казалась наслаждалась тем, что заставляла Ричи чувствовать себя полным ничтожеством. Как будто она заимствовала опыт Ливии и Джуниора из первого сезона, постоянно пыталась подорвать окружающих и установить свою собственную власть. И давайте будем честны, Дженнис была мастером манипуляций, как и ее мать. В результате Ричи решил стать боссом семьи при поддержке дяди Тони Карада Джуниора Сопрано. Как это часто бывает в мире мафии, даже самые близкие родственники могут стать врагами. Для своих габаритов очень смелый. Но случилось невозможное. Джуниор взвесил варианты и предал Ричи, рассказав Тони о его планах. Он хочет валить тебя и Ларри Борисе и всех кто не пойдет за ним. Тони будучи боссом семьи приказал убить Ричи. Но Дженнис, сестра Тони и возлюбленная Ричи сумела опередить Сопрано, изрешитив Ричи во время спора о возможной голубизне племянника Априла. После Дженнис позвонила Тони, который приказал своим солдатам избавиться от тела. Только избранные знали правду о судьбе Ричи, включая Тони, Дженнис, Кристофера и Фурио Джунта. Ричи это один из самых ярких персонажей в Сопрано. Первое, что бросается в глаза, это его юмор. Все, что он говорит, смешно до слез. Но при этом он не боится высказать свое мнение. Каждый раз, когда Ричи общается с Тони, он либо тонко, либо не очень тонко намекает ему, чтобы тот шел в задницу. И кто забудет, как во время игры Ричи начал щипать за щеку спящего Джонни Сека. Для этого, друзья мои, нужны стальные шары. И у Ричи они были. Подумать только, он оседлал сестру босса и открывал Тони дверь в трусах. И даже, когда Дженнис попыталась его убить, он не испугался, а скорее изумился, мол, что, черт возьми, ты собираешься сделать. Когда я впервые посмотрел Сопрано, то был потрясен тем, насколько быстро закончилась сюжетная линия Ричи. Этот парень был идеальным злодеем, и он заслуживал как минимум еще одного сезона, чтобы сеять хаос в жизни Тони. Но, к сожалению, нас лишили этой возможности. Поймите меня правильно, мне нравится герой Ральфа, и я даже снял о нем видео, внимание в правый верхний угол. Но, на мой взгляд, он лишь продолжил историю Априла. В голове легко представляется, как Ричи избивает Тресси или его терки с Джонни Секом. Кстати, недавно я узнал, что Гандальфини хотел вернуть Ричи в третий сезон, но Чейз отказался. Какой облом, не так ли? Джеймс видел потенциал в сюжетной линии Ричи, и я могу только представить, что мы могли бы увидеть, если бы пистолет Дженнис дал осечку. В любом случае, Ричи был превосходным противником для Тони, так что за тебя, Ричи Април. Пусть тебя и не стало, но память о тебе жива. Почему Тони Сопрано убил Тони Блондетта? Последний эпизод пятого сезона Сопрано забирает полюбившегося героя, но в то же время рождает кучу вопросов. Если вы думаете, что все просто, то спросите себя, почему Тони не вмешивается в судьбу Спатафоры, отдавая пухляша Филу на растерзание, но в то же время лично решает вопрос с Блондетта, спасая кузена от пыток. Давайте разбираться. Меня зовут Иван Пятовский, вы на канале Последний Киногерой. Чтобы ответить на вопрос, нам необходимо вспомнить, какие события привели к бегству, как его там... Даже имя не могу его произнести... Блондетта. Знакомство с Тони Блондетта происходит во втором эпизоде пятого сезона. Сходная ситуация с Энтони Блондетта, входившим в ту же криминальную семью из Нью-Джерси Сопрано. Он двоюродный брат Тони Сопрано и Криса Малтисанти. Да-да, именно брат. В марте 2004 года Блондетта выходит из тюрьмы вместе с другими серьезными гангстерами. Дружки Кармайна пытаются подмазаться к Тони с помощью его тюремного товарища Анджела Гарепе. Фил Леотердо устраивает шуточную казнь ростовщицы Лорейн Калуца за то, что та заняла сторону Кармайна в схватке за власть между Кармайном и Джонни Сэком. В следующий раз. Следующего реза не будет. Поскольку Лорейн по-прежнему отказывается засылать Сэку, Фил с подопечными казнят Лорейн вместе с ее любовничком. В качестве возмездия приверженцы Кармайна Растимилио и Анджела Гарепе предлагают Блондетта нехитрую работенку. Всего-то необходимо убрать Джоуи Пипса. В начале Тони не соглашается, но спустя какое-то время берет заказ, решив, что его продвижение в команде Тони идет не так быстро, как хотелось бы. Блондетта убивает Джоуи и Путану, с которой Пипс находился в машине, но авто, будучи на ходу, наезжает ему на ногу. Говорил я Пипсу ставь на ручник или включай первую передачу. Прихрамывая, Блондетта скрывается. Сопрано замечает, что Блондетта хромает, но Тони Би уверяет, что всему виной Гуталины. От Джонни Сека Сопрано узнает, что один из свидетелей успел рассмотреть убийцу Пипса и, что, по его словам, киллер хромой. Сложив мозаику у себя в голове, Сопрано падает в обморок. Впоследствии он встречается с Блондетта, который совершенно невозмутимо заявляет о своей невиновности. И хотя Сопрано знает правду, он все же говорит Секу, что Блондетта не при делах. При этом он прекрасно понимает, что если всплывет правда, последствия будут ужасными. В отместку за гибель Пипса Фил с братом Билли жестоко расправляются с Анджело. Это ввергает Блондетта в ярость, и ночью он застает братьев Леотардо врасплох, ранит Фила и убивает Билли. Похоже, что Тони Сопрано стоит перед сложным выбором, который требует от него соблюдения баланса между верностью собственной семье и ответственностью перед более крупной мафиозной организацией. Это довольно популярная дилемма в мире преступности, где интересы семьи или фамилия могут идти вразрез. Понятно, что люди Тони не в восторге от сложившейся ситуации, поскольку они чувствуют угрозу из-за возможной мести со стороны Нью-Йорка. Однако Тони также обязан защищать свою кровь. В конечном счете Тони придется оценить возможные последствия и принять решение, которое наилучшим образом отвечает интересам как его семьи, так и всей организации. В эпизоде The Girl доктор Мелфи обсуждает с Тони аналогичную концепцию и обращает внимание на тяжелую ответственность, которую каждый человек должен нести, определяя свой жизненный путь. Она подчеркивает, что это бремя может стать как даром, так и проклятием, поскольку оно требует от нас ответственности за наш выбор и последствия, которые этот выбор влечет за собой. Тони оказывается как раз в такой ситуации, пытаясь разрулить конфликт между верностью семье и ответственностью перед организацией. Я знаю, что многие скептически относятся к мистике и снам Сопрано, но я просто не могу пройти мимо, тем более, когда некоторые серии предыдущих сезонов, можно сказать, предсказали судьбу, которая уготована Блондетта. Нам стоит отметить присутствие Красного Амбара как в третьем эпизоде первого сезона, так и рядом с убежищем Тони Блондетта. Хотя неясно, скрывается ли за Красным Амбаром некий скрытый смысл, стоит сказать, что Тони Сопрано разглядывает точно такой же Красный Амбар в кабинете доктора Мелфи. Не исключено, что я отношусь к Красному Сараю слишком серьезно, однако стоит отметить, что появляется он непосредственно перед убийством Тони Блондетта. Совпадение? Напишите в комментариях. В последней сцене жизни Блондетта есть деталь, которая кажется мне необычной. Когда Тони сворачивает за угол крыльца, держа в руках дробовик, камера ненадолго останавливается на его ногах. Этот кадр напоминает очень похожий визуал из предыдущего эпизода, который фигурировал в сновидении. Ладно, заканчиваем со с нами, вернемся к Блондетта. Сейчас предлагаю подробнее разобрать, почему Тони Дядя Джонни убивает Тони Блондетта. Жестокий поступок Тони Сопрано в сериале можно рассматривать как нестандартный способ проявления любви к Блондетта. Этот поступок не просто убийство и сострадание, все гораздо сложнее. Повторяющаяся тема в сериале неспособность отдельных героев, в частности Тони и его матери, любить и выражать любовь. В первых сезонах Тони обсуждает это с Мелфи, и сразу становится ясно, что Ливия не в состоянии любить или испытывать привязанность к людям. Конечно, можно возразить, что она просто не хочет, но факты говорят о том, что она попросту не создана для этого. Ее отношения с детьми, а также с Джонни и другими героями не содержат никаких намеков на настоящую любовь. И напротив, Тони показан как человек, способный любить других и выражать свои чувства, но сложное воспитание и ассоциации, которые он устанавливает между любовью и поступками своих родителей, усложняют ему эту задачу. Так, реакция его матери на то, что Джонни принес домой бекон после отсечения пальца у должника оказывает влияние на связь Тони с едой. В результате, когда Тони чувствует любовь к члену семьи, зачастую это выражается в гневе, насилии или ярости, что крайне важно для понимания его характера и поступков в сериале. Ключевая сцена происходит в середине эпизода стоянка длительного хранения, когда Тони Би звонит Тони С из бара. Этот разговор не только показывает нам, каким образом Тони вычисляет местонахождение блондетта, но и несет в себе важные сюжетные аспекты. Сопрано признается Тони Би, что много лет назад у него случилась паническая атака после ссоры с матерью, что не позволило ему принять участие в угоне. Тогда блондетта идет на дело без сопрано и его вяжут хрюшки. Примечательно, что после этого откровения Тони Би спрашивает. Долгая пауза, которая следует за вопросом, говорит о том, что сопрано спрашивает себя, чем мотивированы его поступки по отношению к блондетта, любовью или чувством вины. После этого разговора чувство вины, с которым сопрано живет долгие годы, перестает быть бременем. Сопрано вычисляет местонахождение Тони Би и договаривает со стрелки с Джонни Секом. Сопрано готов передать Тони Би Джонни и Филу. Тем не менее, когда Тони дважды просит Джонни Сек позволить ему самому разобраться во всем и сделать все быстро, Джонни Сек отказывается выполнить просьбу. Тогда Тони передумывает. Или я помогу тебе и твоей семье попасть в такой говноворот, что ты в жизни не видел. Если верить словам Сила, Тони не идет на попятную, так как не желает подчиняться Джонни Секу. Может просветишь? Ты не хочешь, чтобы Джон кормил тебя говном. Отчасти это связано с гордыней Тони, ну а также от пыток. Вместе с тем, я полагаю, что есть и более глубокая причина смены его позиции. Он хочет доказать самому себе, что искренне любит Тони Би и что его действия не были вызваны одним лишь чувством вины. Пока Сопрано размышляет о том, предавать ли кузена, он вспоминает предательство своей матери и ее нежелание защитить собственного сына. Тогда Сопрано приходит к выводу, что не хочет быть таким, как Ливия. Сопрано решает защитить кузена и показать ему свою любовь. Он признает, что Тони Би должен заплатить за свои грехи, однако Сопрано не позволит кому-то левому соваться в их разборке. Иронично, но когда Сопрано убивает бландетта, у него таки получается ответить на свой главный вопрос. Я убил тебя, потому что искренне любил кузен. Здорово, бандиты. Меня зовут Иван Пятовский и я рад приветствовать вас на канале Последний Кеногерой. Данное видео я нашел на просторах интернета. Англоязычный ролик вы сможете найти в описании к видео. А прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик. А если у вас есть желание поддержать мой канал, загляните на мою страницу в Патреон. Ссылка также в описании. Кабыш! У дяди Джуна никогда не было задатков университетского спортсмена. И несмотря на его вопль об обратном, его племянник Тони Сопрано действительно имел таковые, как и его отец Джонни Бой до него. Несмотря на то, что он был старшим братом, Джуниор продвигался по служебной лестнице медленнее, чем Джонни Бой. Джонни Бой был принят в семью раньше Джуна, и его природные лидерские способности вызывали большее уважение среди преступников. Джонни Бой был лидером, братом номер один, и всегда брал на себя ответственность. Младший был ведомым, номером два, всегда находившимся в тени Джонни Боя. И это касалось не только их криминальной жизни. Ведя беседу с Тони, Джуниор признался в своей любви к Френ Фельштейн, но он также добавил, что никогда не рассказывал о своей любви ей самой. Он сой спортил, по крайней мере, судя по его версии событий. По ее же версии Джуниор был жутким преследователем. В любом случае, она почувствовала слабость в Джуниоре, и в конце концов была покорена очаровательными манерами Джонни Боя. Она видела в Джоне силу, которую не видела в Джуниоре. Будь то завоевание уважения своих коллег преступников или завоевание сердца любимой женщины, Джуниор всегда уступал Джоне Бою. Дядя Джун взял Тони под свое крыло после смерти Джони, и история вновь повторилась. Какая ж это все хуйня! Как и его отец до него, Тони быстро поднялся по служебной лестнице, и когда Джеки Април скончался, все свелось к двум сопрано. Карада долгое время пытался завоевать бразды правления, но уважение братьев по оружию получил сын его младшего брата. Остальные Капа благоволили Тони. По общепринятому мнению, он стал фактическим наследником де-факто. Тони был умен и расчетлив, или по крайней мере умнее и расчетливее, чем большинство мафиози в сериале. Тони понимал, что у Джуниора не было того, что нужно. Другими словами, он знал, что может по большей части контролировать и влиять на Джуна. Таким образом, к удивлению многих, Тони позволил Джуниору взять на себя инициативу. И это позволяло Тони управлять делами на свой вкус, без угрозы, которая приходит вместе с титулом босса. Это решение принесло свои плоды. В конце концов, именно Карада стал жертвой расследования ФБР. Тони умело манипулировал своим дядей, держа его ответственность. Тони играл Джуниором и не только он. Оливия была не слишком счастлива, когда Тони отправил ее в дом престарелых. Но если Тони слегка представлял, что мог манипулировать дядей Джуном, Оливия была сертифицирована мастером этого ремесла. Она знала, что Джуниор слишком нерешителен, чтобы быть лидером, и также могла подчинять решения Джуниора своей собственной воле. Она впервые сделала это, когда убедила Джуниора припугнуть, но пощадить Криси. Ей было плевать на Брэндона, и она настоятельно рекомендовала Джуниору убрать его. Он послушался и теперь был под ее чарами. Оливии было не привыкать манипулировать другими, особенно когда случались разногласия с Тони. Она проделала похожий маневр, когда сообщила бедному Арти Букко, что именно ее сын уничтожил его ресторан. Но в Джуниоре она нашла кого-то в позиции власти достаточной, чтобы заставить Тони заплатить за отправку ее в дом престарелых. В конце концов, она убедила Джуниора убрать Тони. Конечно, этим планом не суждено было сбыться. Тони пережил попытку убийства, и ФБР также сообщила ему, что Джун и Ливия плетут против него один, кто манипулировал Джуниором. Ричи втихаря сговорился с Джуном относительно смены руководства. Джун был просто на седьмом небе. Но когда Ричи не смог убедить КП Реджиме алибой Борезе встать на стороны заговора, Джуниор сразу распознал в Ричи то, что он видел в себе самом, что остальная часть преступной семьи его недостаточно уважает. Карада Сопрано был нерешителен и не обладал качествами настоящего лидера. Он долгое время жил в тени своего младшего брата. И соответственно он жил в тени жены и сына Джонни Боя. У Джуниора была довольно слабая личность по сравнению с энергетикой, которая исходила от Тони Сопрано. Прекрасным примером того является случай, когда давняя подружка Джуниора Бобби начинает сплетничать об их сексуальной жизни. Карада расстается с ней после того, как ударяет ей по лицу лимонным пирогом. Он огорчен тем, что люди подумают, если узнают, что он стрижет ей газон. В случае с Бобби сложилось впечатление, что Джуниор действительно влюблен в нее, но он рвет с ней все связи в результате давления со стороны. Он опасался, что это могло повлиять на его репутацию. А теперь сравним Короче говоря, Тони брал то, что хотел. И в конечном итоге был за это уважаем. В то время как Джуниор подчинялся толпе и не заслуживал их уважения. Единственным человеком, у которого Джуниор вызывал безоговорочное уважение, был Бобби Бакальери. Баккала был правой рукой Джуниора в то время, когда он находился под домашним арестом. И тем, кто всегда находился рядом с Джуниором, когда тот боролся с раком желудка, который в конце концов победил. Бобби трепетал перед Джуниором. Он им восхищался. Здесь важно отметить, что Бобби не был похож на других мафиози. Он был тихим и мягким, довольно застенчивым и очень вежливым, несмотря на то, что его не особо уважали и часто высмеивали. Он также был чрезвычайно лоялен. Фактически, Баккала был одним из немногих членов семьи в сериале, у которых, по слухам, никогда не было любовницы на стороне. После потери жены, Бобби в конечном итоге попал под дурное влияние Дженнис и был доведен до точки невозврата, когда Тони заставил его выполнить первый заказ. Даже во время своего последнего боя за право занять руководящую роль, Джуниор не оправдал ожиданий, но не из-за отсутствия попыток. История снова повторилась. Джуниор приложил все усилия, будь то подкуп санитаров, организация запрещенных карточных игр, раздача газированных напитков и конфет, избиение предполагаемого соперника. Джуниор изо всех сил старается, чтобы подняться на вершину. И можно сказать, что ему правление Джуниора в социальном учреждении было столь же недолгим, как и его правление в рядах мафии. Администрация учреждения вытеснила его, и в результате его самый верный солдат повернулся к нему спиной. Он был рядом с Джонни Боем, когда тот взбирался по служебной лестнице. И он также был наставником Тони после того, как его отец скончался. Были времена, когда Тони требовался совет. И он не обращался к Рисе. Он не обращался к Поле. И он даже не обращался к Сильвио. Он обращался к Джуниору, когда дело касалось его самых важных вопросов. И Джуниор всегда делился бесценной мудростью со своим племянником. Джуниор предупредил Тони о заговоре Ричи против него. Это помогло им восстановить доверие. Тони также обратился за советом к Джуниору, когда дело дошло до продвижения Джиджи Честоне вместо Ральфи. Но когда Тони впервые обнаруживает, что больше не может рассчитывать на Джуниора, он теряет ценного союзника. У нас есть доказательства этого в сцене, где Тони просит Джуниора совета относительно Тони Би. Джун не может дать совет, которого желает Тони. Я больше не могу. Хотя на кончину Тони повлияло множество факторов, потеря мудрости Джуниора определенно была одним из них. Хотя Джуниор мог и не обладать задатками босса, его понимание процессов внутри мафии было потрясающим. В этом смысле Джуниор был заядлым теоретиком, но не практиком. И это объясняет, почему Бобби восхищался Джуниором. Потому что Бобби был еще большим теоретиком. Только когда Тони заставил Бобби лопнуть вишенку, тот стал жестче и бессердечнее. В течение последнего сезона мир Тони рушится на куски. Основной причиной этого были и натянутые отношения с Джуниором. Страдая деменцией, Джуниор стреляет Тони в живот. Тони, похоже, не может простить его, хотя глубоко внутри он знает, что Джуниор действовал не в здравом уме и на самом деле принял Тони за кого-то другого. На мой взгляд, эта динамика также указывает на собственную вину Тони за то, как он относился к Джуниору на протяжении многих лет из-за напряжения в их отношения. Тони способствовал падению Джуниора и часть его считает, что стрельба оправдана. В конечном счете, многие неудачи Тони были его собственной ошибкой. Его долги за азартные игры, его расточительный образ жизни и потеря нескольких его лучших добытчиков. Но ключом выступило также то, что Тони больше не имел крови, которой он мог бы доверять. Это, несомненно, способствовало его кончине. Только в конце шоу Тони осознает, что дядя Джун страдает деменцией на последней стадии. Дабы подытожить, хочется сказать, что в отличие от своего брата Джонни Боя и его племянника Тони, у Карада Сопрано никогда не было задатков университетского спортсмена. Но он мог бы добиться совершенно иных высот, если бы вовремя осознал, что лучше смотрится в качестве номера два, нежели в роли босса. Почему Кармелла один из самых пугающих персонажей Сопрано? Впервые посмотрев Клан Сопрано, в тот момент мне было чуть больше двадцати трех, я был достаточно молод и глуп, чтобы объективно судить о персонаже Тони Сопрано. Я понимал, что он плохой человек, но понимал это абстрактно. Его мораль была для меня менее интересна, другое дело экшен внутри мафии. Убьет ли он Ричи Априла Ральфа Сифаретта или Фила Леотардо? И сможет ли он выйти из очередной передряги в качество альфадона мафии Джерси? Будучи полностью погруженным в логику его криминального мира, упиваясь его местью и упрощенной философией головореза, я в то же время с пренебрежением относился к другим, скучным вещам. Терапия, семейная жизнь, его дети. В этом у меня было много общего с сотнями других поклонников сериала. Проще говоря, Сопрано привлекает зрителей с тестостероном, а тестостерон имеет свойство затушевывать множество нюансов. Сейчас я впервые смотрю шедевр HBO так, как положено смотреть «Крёстного отца». Фрэнсис Форд Коппола при всей своей артистичности не уходил слишком глубоко. Он хотел очаровать зрителя. Он хотел, чтобы зритель болел за Майкла Корлеоне. Отчасти великолепие «Клан Сопрано» состоит в том, что вы можете смотреть шоу абсолютно на том же уровне. Захватывающая драма, забавные персонажи и вы попадаете в безумную историю мафии Нью-Джерси. Но проблема состоит в том, что вы должны смотреть Сопрано совсем не так. Какая ж это всё хуйня! Какой смысл? Не поймите меня неправильно, но те детали, которые я игнорировал во время первого просмотра, семья, доктор Мелфи резонирует как никогда раньше. Наконец, для меня стало понятно то, что авторы действительно пытались нам сказать. И ещё мне стало грустно из-за того, что я полностью упустил суть в первый раз. Короче говоря, урок, который я извлёк, состоит в том, что любое кредо, которого придерживается преступный синдикат, в конечном итоге является чушью. И любое их обаяние или человечность, которую они проявляют, это либо приманка, предназначенная для манипулирования, либо мерцание, которое скоро будет погашено непрекращающейся жадностью, которая ими движет. Они являются воплощением тёмной стороны капитализма. Они его мрачные пехотинцы, лишённые сочувствия и не ценящие ничего, кроме силы. Это подводит меня к Кармеле Сопрано, которую играет Эдди Фалько в представлении, которая с каждым пересмотром становится потрясающе блестящим. Тони социопат и, как его психотерапевт, доктор Мелфи наконец обнаруживает после шести сезонов безнадёжный. Каждый, кого он утверждает, что любит, может быть предан или убит в один миг. Даже его семья страдает. Кармела же выросла законопослушным гражданином. Она знала, во что ввязывается, выйдя замуж за Тони. И на самом деле ей это даже нравилось. Ей нравились материальные блага, дорогой дом, одежда и украшения. Но даже на интуитивном уровне её привлекали непостоянство и безжалостность. Когда Тони проигрывает бой Бобби в последнем сезоне, он боится, что Кармела перестанет находить его привлекательным. Она отрицает эту идею. Но на самом деле наблюдение за тем, как Тони избивает другого мальчика в старшей школе, было главной причиной её первоначального влечения. И когда Тони попадает в больницу с огнестрельным ранением, она плачет, рассказывая ему, как её возбуждает его физическая сила. Она была из тех, кто хотел пройтись по дикой стороне. И не только из-за денег. Но поскольку она законопослушный гражданин, а не социопат, Кармела пытается найти компромисс. Одна из самых жестоких сцен во всём сериале происходит, когда психиатр, которого она посещает, отказывается приукрашивать её образ жизни или потакать её идеям компромисса. И это потрясает её до глубины души. Для меня это основополагающий момент сериала и один из немногих случаев, когда персонаж отказывается сдвинуться с места. Мы говорим о вине, стыде и развращении ваших детей. Он разоблачает католическое благочестие Кармелы как фарс, потому что никто, утверждающий, что следует урокам Иисуса Христа, не может потратить ни минуты на помощь боссу мафии, который наживается на человеческой боли. Позже в сериале Кармела срывается, когда понимает, что, хотя она сделала выбор быть с Тони и приняла сделку дьявола, ее дети не делали этого выбора. Выйдя замуж за Тони и оставшись с ним, она сделала их соучастниками. Результаты предсказуемы и по-своему трагичны. Мэдоу, старшая дочь, умна и амбициозна, но она прекращает отношения с одним мужчиной, потому что тот не может найти оправдания преступлениям ее отца. Она бросает карьеру в педиатрии, чтобы стать адвокатом, который к концу шоу явно встал на путь создания не обладает способностями Мэдоу. Его гнев, отсутствие миссии и склонность к депрессии делают его глупым, эгоистичным человеком, который колеблется между грубым материализмом и суицидальными идеями. Возвращаясь к своим первым часам сопрано, я думал о Кармеле как о сочувствующей фигуре, чье относительное добродушие попирали ногами. Может быть, время от времени я осознавал некоторые противоречия. Кровавые деньги, которыми она упивалась и то, как дорогой подарок от Тони неизбежно привёл бы к сексуальному контакту в грубом компромиссе. Во время повторного просмотра я обнаружил, что она невероятно тревожит меня. Человек, который сделал неправильный выбор, а затем продолжал делать его день за днём, год за годом, в ущерб себе, своей семье и миру в целом. В самом конце сериала есть сцена, где Кармела впервые за много лет видит подругу Мэдоу, Хантер. Хантер была полной противоположностью Мэдоу, которую выгнали из колледжа за вечеринки. Теперь Кармела узнаёт, что Хантер учится на втором курсе медицинской школы. Когда к ней приходит осознание, она не в состоянии даже изобразить вежливость. Она скорее уходит, даже, можно сказать, сбегает. Медицина должна была быть путём её дочери, и она знает, что в какой-то степени виновата в этом отклонении от задуманного пути. Это мучительное возмездие. Одно из многих. Но, как однажды сказал мудрый терапевт, единственное, чего нельзя сказать, это то, что вас не предупреждали. Здорово, друзья! Сегодня мы поговорим о Форио Джунта из культового сериала Сопрано. Вы наверняка помните этого не любителя гольфа. Ступи, да, это игра. Форио быстро стал иконой благодаря своей сложной и загадочной натуре. Сегодня мы разберём, как менялся характер этого героя на протяжении сериала и какие события повлияли на его эволюцию. Тони Сопрано, босс мафии Нью-Джерси, отправляется в Италию для ведения семейных дел. Сопрано ожидает встретить обычных мафиози, которых прут пруди в Америке, но затем он встречает Форио и всё меняется. Тони сразу же поражает его преданность, бдительность и безжалостность. Когда мафиози уходят с делового ужина и раздаются выстрелы, Форио не колеблется. Он падает на землю, защищая Дона своей семьи, при этом совсем не заботясь о собственной шкуре. А когда выясняется, что это пацаны с петардами таким образом решили обратить на себя внимание, Форио отрабатывает пацанёнка так, что у гостей из Джерси шерсть встаёт дыбом. Другого способа предложить услуги не нашёл? А? Тони понимает, что Форио особенный и когда приходит время вести переговоры, Тони использует Форио как козырь. Он уступает в некоторых требованиях анализы, лишь бы заполучить заветного зипа. Дело в том, что Сопрано постоянно испытывает тревогу. Он никогда не знает наверняка, кто из его друзей переметнётся и сдаст его копом. Но Форио совсем другой разговор. Он воплощает в себе черты классических солдат Коза Ностра. В мире, где все плевали на правила и традиции, Форио глоток свежего воздуха. Потому Тони не терпится увидеть, на что способен этот парень. Тони решает, что должен привезти Форио в Джерси. И после короткого разговора Арти Бука решает помочь Форио в вопросах эмиграции. Арти устраивает Форио в свой ресторан, чтобы Форио смог получить рабочую визу. Когда Форио прибывает в Джерси, он, не теряя времени, приступает к работе. Его первое задание поднять бабла с дрочильни, хозяин которой не спешит платить. Форио врывается в салон и обрушивает свой гнев на всех, кто попадётся ему на глаза. И клиенты, и персонал в страхе разбегаются. А когда он натыкается на болтливую несносную азиатку и горе владельца салона, скажем так, дела у них плохи. Это леденящая душу сцена, и она демонстрирует Форио, которого мы видели ещё в Италии. Он не боится испачкать руки и не колеблется, когда нужно действовать. Но теперь, когда Форио оказался в Джерси, в нём что-то щёлкнуло. Он уже не просто солдат, он человек, который пытается сориентироваться в новом мире. И пока он пытается приспособиться к новому окружению, его мягкая сторона выходит наружу. Будучи водителем Тони, Форио находится в уникальном положении. Он знакомится с Кармелой, женой Сопрано, на личном уровне. Они обмениваются милостями каждое утречко, пока Тони собирается. И по мере того, как они проводят всё больше и больше времени вместе, у них начинают появляться чувства. Многие задаются вопросом, что Форио нашёл в этой Кармели? Давайте я обрисую для вас ситуацию. Форио, крутой парень из Италии, не воспринимался другими мафиози, как друг. Он был новеньким, и добрая половина команды, включая Пусси, его попросту ненавидела. Он был чужаком, странноватым иностранцем в глазах других. Но потом он встретил Кармелу. Она отличалась от остальных. Она не замечала его суровой наружности и прониклась его печалью в связи с болезнью его отца. Они сблизились так, как Форио, пожалуй, не сближался ни с кем. С ней он не чувствовал себя чужаком. Он чувствовал, что наконец-то нашёл человека, который его понимает. Голубки то и дело придумывали поводы, чтобы увидеться. А когда Кармелла отправилась к Форио в гости, чтобы обсудить перестройку его дома, она взяла с собой Эй-Джея в качестве подстраховки, чтобы их страсть не переросла в нечто большее. Страсть Кармеллы является важной частью её персонажа в четвёртом сезоне. Она вносит непосредственный вклад в растущую дистанцию между ней и Тони. И всё это завершается их взрывным расставанием в эпизоде White Caps. Форио оказался зажат между верностью Тони Сопрано и любовью к его жене Кармелле. Когда Форио отправился в Италию на похороны своего отца, он поведал о своих чувствах Кармелле своему дяде, который предостерёг его об опасности отношений с женой Дона. Ты её ебёшь? Нет. Я даже не уверен, что она догадывается. Правда такова. Кармелла сможет быть с ним только в том случае, если Тони умрёт. Когда Форио впервые появился на наших экранах во втором сезоне Сопрано, каждый его шаг был просчитан, каждое слово взвешено, а его непоколебимый характер ни разу не дрогнул. Но в четвёртом сезоне произошло нечто неожиданное. Казалось, характер Форио стал более мягким, более человечным. Он улыбался, шутил и даже танцевал. Совсем не тот безжалостный мафиозу, которого мы когда-то знали. Возможно, это влияние нового окружения, а может быть, неожиданные чувства к Кармели. Какова бы ни была причина, было ясно, что Форио перестал быть одномерным персонажем. У него появились слои, которых мы раньше не замечали. Но со всем этим пришло чувство непредсказуемости. В последней сцене, где мы его видим, Форио попытался убить Дона, поступок, который был совершенно не свойственен некогда послушному исполнителю. Вот как все было. Форио и Тони оказались на вечеринке, и Форио увидел, как Тони в пьяном угаре развлекался с другими женщинами, отчего почувствовал, что Тони не достоин Кармелы. Со всем уважением к Форио, в данной ситуации он ведет себя как дала Тони. Почти у всех славных парней в Сопрано, за исключением Бобби и Джонни Сэка, есть любовницы, а у Тони их и вовсе целый вагон. И все об этом прекрасно знают, включая его жену Кармелу. Более того, в реальной жизни жены мафиози знают о любовницах, но продолжают жить с мужьями. Можно сказать, это часть культуры славных парней. Не думаю, что у Форио на родной земле дела обстоят как-то иначе. Даже его босс в юбке была готова запрыгнуть на Тони. С таким же успехом Джунта мог бы запретить Доминику говорить о семье. У меня нет друзей, только семья. Я думаю, Форио просто искал предлог, и он его нашел. Во время посадки вертолет, Форио неожиданно схватил Тони за воротник и толкнул его к лопастям вертолета, намереваясь убить. Когда Форио поехал на родину в Италию, он получил строгий совет завязать с Кармелой, ибо погоня за ней в любом случае приведет его к смерти. Единственным путем Кармели для Форио было убийство Тони, а это довольно рискованный шаг. Однако, несмотря на предостережение, Форио не устоял перед своими чувствами к Кармели, но он не смог решиться на убийство, и он знал, что если кто-нибудь об этом узнает, он станет ходячим трупом. Не имея другого выхода, Форио понял, что должен выпутаться из ситуации, пока события не вышли из-под контроля. Или он все-таки струсил, боясь мести со стороны друзей Тони? Напишите, что вы думаете в комментариях. Зип уехал в Неаполь, никого не предупредив. Кармела позже открыла Тони свои истинные чувства к Форио, и тот поклялся убить его, если тот будет найден. Однако в шоу Форио больше не появлялся, и мы гадали, что же с ним было дальше. Важно отметить, что Дэвид Чейз, создатель Сопрано, нарочно оставил судьбу Форио туманной. В своих интервью он отмечал, что хотел дать зрителям возможность самим интерпретировать и додумать его судьбу, вместо того, чтобы дать однозначный ответ. Держитесь за шляпы, друзья, потому что сейчас мы погрузимся в закулисную драму Сопрано. Оказывается, исчезновение Форио Джунты могло быть связано с финансовыми проблемами сериала. Поскольку Джеймс Гандольфини, сыгравший Тони Сопрано, становился всё более крупной звездой, он также требовал увеличения гонорара. Это заставило продюсеров сериала искать пути снижения расходов, что, вероятно, привело к сокращению некоторых второстепенных персонажей, в том числе Фурио. Также сейчас мы развеем популярную фанатскую теорию об исчезновении Фурио Джунта в Сопрано. Многие фаны считают, что Фурио был убит собственной семьёй в Неаполе, чтобы задобрить Тони Сопрано из-за несуществующего романа с Кармелой. Но давайте будем честны, идея о том, что Анна-Лиза убила бы его из-за такого пустяка просто нелепо. Не говоря уже о том, что сами неаполитанцы считали Тони в лучшем случае шутом. А потому идея о том, что они пойдут на столь жёсткие меры ради него крайне сомнительна. Тони был из тех, кто одним лишь взглядом мог довести 90% своих бойцов до дрожи в коленках. Но были и те, кто не играл в игры Сопрано. Одним из таких парней был Фурио. Резкий, как удар серпом по яйцам и жёсткий, как удар молотом. Живой неаполитанский герб. Он был из тех, кто не потерпит дерьма в свой адрес. И скажу я вам, Тони здорово повезло, что он остался цел и невредим после того, как Фурио чуть не превратил его в фарш. Дело вот в чём. Угрозы Тони о том, что определенные люди будут искать Фурио пустые слова. Это было просто предлогом для того, чтобы казаться Кармелей кем-то вроде всемогущего Вита Корлеона. Правда заключалась в том, что Фурио не плясал под дудку Тони, как это делали другие. И именно это делало его одним из самых ценных членов семьи. Действительно, в отличие от многих героев Сопрано, у Фурио есть что-то особенное, что помогло ему удрать от Тони в целости и сохранности. Может быть это высокий интеллект или природная чуйка, но что бы это ни было, Фурио точно не суждено лежать рядом с Рич-Априлом у озера. Здорово, бандиты! Меня зовут Иван Пятовский и я рад приветствовать вас на канале Последний Киногерой. Если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. Полное имя Фил Леотардо, псевдонимы Шах, национальность италоамериканец, дата рождения 15 апреля 1941 года, статус мёртв, декабрь 2007 года, Нью-Джерси, супруга Петти Леотардо, братья и сёстры Билли Леотардо, мёртв. Другие родственники Марис Патафора, троюродная сестра. Принадлежность преступная семья Лупертаци, ранг, капо, исполняющий обязанности босса, босс. Фил Леотардо, роль которого исполнил актёр Фрэнк Винсент, персонаж сериала Сопрано, первоначально был капитаном преступной семьи Лупертаци, но после смерти босса Кармайна Лупертаци, заключения и смерти его преемника Джона Сакремони и короткой борьбы за власть с потенциальным боссом Фаустино Доком Санторо, Фил стал боссом семьи. Фил был женат на Пэте Леотардо и приходился троюродным братом Морис Патафора. Фил имеет сходство с последним Шахом Ирана, поэтому Тони Сопрано и его семья часто называли его Шахом. Фил не заценил. Не хочешь, х** дрочишь. Биография. Пятый сезон. Выдающийся член и давний капитан преступной семьи Лупертаци, Фил Леотардо был одним из мафиози, попавших в тюрьму во время разгона мафии 80-х годов. И, отбыв 20 лет срока, Фил был освобожден в начале пятого сезона. Фил часто упоминает, что провел 20 лет, ни разу не пикнув, как свидетельство от своей преданности Коза Ностра. Фил хорошо делал свою работу. На его счету 27 убийств. Он быстро воссоединился с преступным кланом Лупертаци из Бруклина, Нью-Йорк, после того, как был освобожден из-за решетки. Фил было пытался нагреть Тони Сопрано и попытался скрыться от шкипа, но врезался в припаркованный грузовик и сильно повредил себе шею, из-за чего ему пришлось носить шейный фиксатор в течение нескольких недель. Позже Тони компенсирует это Филу, бесплатно ремонтируя его машину. Фил воспользовался этим в полной мере и постарался выжить из сделки максимум. После смерти Кармайна Старшего последовала борьба за власть между двумя фракциями. Одну сторону возглавлял андербосс Джон Сакремони, в то время как другую якобы возглавлял единственный сын Кармайна Кармайн-младший. Хотя вполне вероятно, что консильери Анджела Гарепа и Капо Растимилио были реальной силой, стоящей за фракцией. И Литл Кармайн был лишь марионеткой. Кстати, есть офигенная как Мелфи теория о Кармайне-младшем. И если вы хотите ее услышать, напишите об этом прямо сейчас в комментариях. Фил стал правой рукой Джонни во время войны и совершал убийство, чтобы ослабить решимость Кармайна. Фил инсценировал казнь Лоррейн Калутца. Выстрелив, держа телефонный справочник у ее груди, чтобы убедить ее башлять Джонни Секу. Когда она не подчинилась, Фил вернулся со своим младшим братом Билли Леотардо и Пипсом и убил Лоррейн и ее любовника. Когда Пипса позже убили, Фил и Билли убили Анджела Гарепе. Фил холодно проигнорировал мольбы Анджела пощадить его. Действуя только как фельдмаршал Джонни до этого момента, Фил стал лично участвовать в войне, когда Тони Блондетто убил его брата Билли в отместку за нападение братьев Леотардо на Анджела, который был близким другом Блондетто со времен их жизни в тюрьме. Тони Сопрано первоначально защищал Блондетто от Фила. Фил преследовал Нью-Джерси в поисках Блондетто, преследовал Кристофера Малтесанти и сильно избил Бенни Фацио. Когда стало ясно, что люди Тони не позволят подвергнуть себя опасности без уважительной причины, Тони был вынужден действовать. В конце концов, Тони убил своего кузена, чтобы спасти свою семью и подарить Блондетто быструю и безболезненную смерть. Сопрано сделал это, потому что на более ранней встрече Джонни Сек явно дал понять, что Фил будет пытать Блондетто, если схватит его. По словам Джонни, Фил был вне себя из-за того, что у него украли возможность для мести. Однако, на встрече между двумя боссами Джонни и Тони помирились, но момент был прерван арестом Джонни, в то время, как Тони удалось уйти. Когда Джонни был в тюрьме, Фил стал исполняющим обязанности босса семьи Лупертаци и на первый взгляд был верен делу Джонни Сека. Даже Тони хвалил его лидерские качества. Фил работал в тесном сотрудничестве с Тони и Витас Патафоры над совместными проектами двух семей в области строительства. Фил выступал посредником в споре по поводу продажи Барона Санитейшн, выступая медиатором между Тони и Джонни Секом. Фил также разрешил спор об избиении зятя Хэша, предложив щедрую компенсацию. Однако из-за менталитета старой школы у Фила появилось презрение к бывшим близким друзьям, которые проявили то, что он называл женскими качествами. Особенно к Вито, когда его гомосексуальность раскрылась. И даже к своему собственному боссу Джонни Секу за то, что тот рыдал, когда был вынужден покинуть свадьбу дочери. На свадьбе Фил также видел, как Тонни потерял сознание, когда его попросили снять обувь. Занятый обязанностями босса, Фил сделал своим канцельери члена семьи Лупертаци Альби Чанфлоне. Фил также назначил Джерри Торчана ответственным за свою старую территорию в Бруклине. Фил выступил с речью на праздничном ужине, где использовал возможность изложить свои чувства по поводу гомосексуализма Вито. Шах посетил Мари, чтобы попытаться выяснить, знает ли она, где находится Вито. Когда она умоляла о пощаде мужа, он сказал ей, что просто хочет ему помочь. Фил посетил Тони на празднике святого Эльзира, где предложил исключить Джонни из прибыли. Тони согласился. Когда Джон собирался поддаться аресту активов, чтобы сократить срок наказания, он отказался использовать Фила для ведения бизнеса. Как только информация о сотрудничестве Джона со следствием стала достоянием общественности, Фил вновь выразил разочарование боссом перед командой. В эпизоде «Холодный камень» Вито, вернувшийся в Нью-Джерси, встретил Тони и предложил выкупить его путь обратно в семью. Тони отказался, но не пытался навредить Вито. Позже Фил и его соратники пришли спросить Тони о местонахождении с патафора. Тони солгал, отложив неизбежное. Тони договорился, чтобы Карло Джерваси казнил Вито в торговом центре под предлогом того, что Вито якобы встречался с Тони, чтобы уладить неприятную ситуацию. В ночь перед этим Вито вернулся в свой номер в мотеле, где его ждали приспешники Фила. Двое устроили засаду Вито. Джерри и Дом заклеили ему рот клейкой лентой, а затем Фил иронично вышел из шкафа. Он немедленно подошел к Вито и сел на кровать. Он посмотрел Вито в глаза и сказал, что Вито это позор. Затем Толстый Дом и Джерри Торчано избивают Вито до смерти на глазах у Фила. Вскоре Фил вернулся к рутинным делам, очевидно, не ожидая ответа от Джерси. Вскоре после убийства Толстый Дом посещает Сатриале, где шутит об убийстве Вито и намекает на то, что Карло и Вито резвились на заднем дворе. Ну вы поняли, Сил бьет дома по затылку, а затем держит его, пока разъяренный Карло наносит ему удары ножом. После неудачной попытки Литл Кармайна заключить мир между семьями, Леотардо и его команда замышляют месть. Хотя Фил отказался от идеи убить самого Тони, капитан Буч Дэкансини семьи Димео. Однако их планы были нарушены, когда Фил перенес сердечный приступ и был госпитализирован во время Рождества 2006 года. Тони нанес ему визит, рассказывая о страхе и сожалении, который он испытал во время собственного предсмертного опыта и просил мира в интересах бизнеса. Слова Тони оказались действенными, они заставили Шаха расплакаться. В 2007 году исцеленный Фил выразил желание проводить больше времени дома со покинуть пост босса и оставить своего протеже Джерри Торчана ответственным за преступную семью Лупертаци. Тем не менее, Фил не сильно поддерживал Торчана как преемника и младший босс Лупертаци Док Санторо убирает Торчана руками киллера. Решив вернуться в игру, Фил выжидал, работая под руководством Дока Санторо, пока высокомерие старика не становится запредельным. Фил унижен, когда Док позволяет ему, он решает, что все берега попутаны. Зная, что он пользуется широкой поддержкой, в том числе Тони, Фил приказывает нанести удар по Санторо. Управляемая Буччем Докансини, команда Фила убирает Санторо. После убийства Фил закрепился за званием босса семьи Лупертаци. Чан Флоне стал канцельери, а Докансини андербоссом. Фил отвергает предложение Тони о компромиссе по проекту удаления Асбеста. Тони злобно избивает одного из людей Фила, Коко, за пьяные домогательства к его дочери, когда она была на свидании с Патриком Паризи. В ответ на это Фил отказывается встречаться с Тони, а затем начинает войну против семьи Димео. Фил приказывает Нью-Йорку обезглавить Нью-Джерси и вести дела с тем, что осталось, приказав нанести удар по Тони, Бобби и Сильвио Данте, подробнее о котором узнаете, нажав на подсказку в правом верхнем углу. Бобби был застрелен во время покупок в магазине моделей поездов, а Сильвио получил несколько выстрелов и впал в кому. По словам врачей, он вряд ли выкарабкается. Фил звонит своему подручному Буччи с таксофона и выражает гнев из-за того, что Буччи не смог убить Тони. Он отвергает предложение Буччи о заключении мира. Тони встречается с Буччи для переговоров без ведома Фила. Буччи отказывается раскрывать местонахождение Фила, но соглашается на перемирие и говорит Тони «Делай то, что должен». Но ты делай, что надо. Тони и его семья возвращаются обратно в свой дом. Люди Сопрано, Бенни Фацо и Уолден Белфиоры отслеживают Фила на заправке и стреляют ему в голову. Уолден делает контрольный выстрел Филу в грудь. Оставив внуков в автомобиле жена Леотарда в панике бросается к Филу. Оставленный без присмотра и всё ещё находящийся в движении с работающим двигателем большой внедорожник едет вперёд на холостом ходу. Колесо перекатывается и крошит череп Фила. Убийство Леотарда было 92-м и последним убийством в сериале, за исключением вероятного убийства самого Тони в конце эпизода. Подробнее об этом смотрите в правом верхнем углу. Вот тут ага. Интересные факты. Убийство Филом Леотарда Анджела Гарепе отсылает к смерти персонажа актёра Фрэнка Винсента Билли Батса в «Славных парнях». Оба были избиты, брошены в багажник машины и застрелены, умоляя сохранить им жизнь. Убийство Вита Филом Леотарда отсылает к смерти Ники Санторо в «Казино», где Фрэнк Винсент наблюдает, как Ники избивают до смерти. Среди фанатов сериала постоянно встречается интернет-мем, связанный с тем, что Фил хочет коробку для чистки обуви. Персонаж Фрэнка Винсента Билли Батс неоднократно издевается над Томми де Вито по поводу его детской карьеры чистильщика обуви. Фил считает, что его фамилия Леотарда происходит от известного итальянского имени Леонардо. Когда дед Филла приехал в Америку из Сицилии, иммиграционная служба на острове Элис неправильно написала его фамилию. В связи с этим Фил боготворил Леонардо да Винчи как великого итальянца. Имя Филла Леотарда связано с именем Филла Леонетти, который был андербоссом преступной семьи Филадельфии. Здорово, бандиты! Меня зовут Иван Пятовский и вы на канале Последний Киногерой. Энтони Тони Джон Сопрано, родившийся 22 августа 1959 года, также известный как Тони Сопрано, де-факто босс преступной семьи Димео. Тони управляет самой могущественной преступной организацией Северного Джерси. Отношения между Тони и его дядей Карадо Джоном Сопрано-младшим, более известным как Дядя Джун, были очень близкими на протяжении многих лет. Когда Джуниор выступал в роли отца Тони после смерти Джованни, он же Джонни Бой, Сопрано. Однако их отношения портятся, когда любитель газонов Джун с помощью тупорылого Майки Палмисси убивает Брэндона Филона, что взбесило Тони. Кроме того, он сговорился с матерью Тони, Ливи и Сопрано, с целью убить Тони, хотя покушение провалилось. Мат Тони была пессимистичной женщиной, которая отвергла помощь Тони и очень рассердилась на него, когда тот поместил её в дом престарелых. Несмотря на уровень местной дурной славы, Тони публично действовал как консультант по управлению отходами в Бароне Санитейшн, одном из многих прикрытий для его дел. Тони использовал Кристофера Малтесанти в качестве буфера между собой и его капу в течение двух последних сезонов, чтобы изолировать себя от ФБР. Затея пришёл конец, когда Малтесанти был убит Тони после автомобильной аварии. На моём канале есть детальный разбор этого эпизода, если интересно, нажмите на подсказку в правом верхнем углу и возвращайтесь после просмотра. Бобби Бакальери готовили как замену Криси, пока его не ликвидировали люди Фила Леотардо, когда семья Лупертации начала войну против Димео. Однако Тони удалось заключить мир с подчинёнными Фила, и после того, как Шах присоединился к брату Билли, Тони возвращается к обычным делам. В последний раз мы видим Тони за ужином с его семьёй в знаменитом ресторане Хольстон. В тот момент, благодаря показаниям Карла Джерваси, на Тони нависает угроза обвинения. Также все мы помним подозрительного мужика в куртке Members Only, который зловеще таращится на Тони. Подразумевается, что Тони мог быть убит, однако окончательная судьба Сопрано остаётся официально неизвестной. Мои мысли на этот счёт смотрите по ссылке, которая сейчас на вашем экране в правом верхнем углу. Бобби Борриелло сыграл Тони в эпизоде «Дауннек», где он вспоминает многие события из детства, связанные с осознанием, что его отец был замешан в организованной преступности. В то время Тони думал, что Дженнис была любимчиком отца. На терапии, когда Тони попросили вспомнить счастливые детские воспоминания о своей матери, он изо всех сил пытался и, в конце концов, вспомнил, как батя упал с лестницы, заставив всю семью смеяться, даже его мать. Позже он описал свою мать как жестокую, безрадостную женщину, которая довела его отца до ручки. Тони ходил в среднюю школу с Арти Букко и Дэви Скотино и оставался с ними друзьями в дальнейшей жизни. В старшей школе он познакомился со своей будущей женой Кармелой. Тони также был близок со своим кузеном Тони Блондетта. В подростковом возрасте два Тони проводили лето на ферме дяди Петта Блондетта. Тони Блондетта был арестован за участие в угоне грузовика, когда двое кузенов были молоды. Тони должен был помочь Блондетта, но не смог из-за панической атаки. Чтобы скрыть это, он солгал, что на него напали гуталины. Тони также учился в университете Сэттен-Холл, однако до завершения первого курса он бросил учёбу, решив заняться преступной деятельностью. Тони получил известность в преступной семье Демео, обставив карточную игру Фича Ломана вместе с Сильвио и Джеки. С тех пор он стремительно шёл вверх по карьерной лестнице. Он совершил своё первое убийство в возрасте 23 лет, в выходные в День труда в 1982 году, убив мелкого букмекера. В первом сезоне Тони утверждает, что знал бывшего босса семьи Гамбина Джона Готти, но это не точно. Отец заботился о Тони, пока не умер в 1986 году от эмфиземы, вызванной пристрастием к курению. В то время Джонни Бой Сопрано поднялся до уровня капитана своей команды, как и его брат Карада Джуниор Сопрано. Джун взял на себя отцовскую роль и продолжал консультировать и помогать Тони. Солдаты из команды Джонни Боя Сальваторе Пуси Бенпенсьера и Поли Волнас Галтиери передали свою лояльность Тони Стал Капо старой команды своего отца в 1986 году, что сделало его самым молодым Капо в семье. Ему было всего 27 лет. Когда босс семьи Эркули Экли Димео отправился за решетку, давний друг Тони, Джеки Април Старший, взял на себя роль исполняющего обязанности босса в декабре 1995 года. В 1998 году у Джеки был диагностирован рак. Когда из-за сложившейся ситуации Джеки не смог управлять семьей, Тони начал брать на себя многие из его обязанностей. Какое-то время, летом 1998 года, казалось, Джеки вылечился и вернулся на улице в качестве босса. Однако, к концу весны он начинает курс химиотерапии. С ростом роли Тони в семье и случаем, когда Тони поднасрал Джуну, сорвав покушение на Пуся Маланго, накал между Тони и Джуном достигает пиковой точки. После смерти Джеки в сентябре 1998 года возник вопрос, кто будет управлять семьей. Солдаты и капитаны начали готовиться к тотальной войне, но Тони быстро разрулил конфликт, сделав Джуниора официальным боссом. Джун по незнанию будет действовать как громотвод для федералов, в то время как Тони будет управлять семьей из-за кулис, начиная с апреля 1998 года. Дед Тони Карадо Сопрано Старший был каменщиком, который эмигрировал из Авелино, Италия в 1910 году. Он помог построить церковь в старом районе Ньюарка, куда Тони привёл своих детей, чтобы рассказать об их наследии. Тони лично совершил по крайней мере 8 убийств в сериале, хотя он мог совершить и другие, которые не были упомянуты, учитывая его долгую карьеру. Кроме того, как босс семьи Демео, он несёт ответственность за смерть других людей, убитых по его приказу. Какие из его убийств мы знаем наверняка. 1982 год. Уилли Оверолл. Застрелен Тони в молодости, чтобы вступить в организацию. 1999 год. Фабиан Фебби Петрулио, стукач, сдавший некоторых людей из команды Пусси и Поли, был случайно обнаружен Тони в Новой Англии и задушен. 1999 год. Чаки Синьоры. Застрелен Тони за участие в покушении против него. 2000 год. Мэттью Бевелаква. Казнён Пусси и Тони за попытку убить Кристофера. 2000 год. Сальваторе Большой Пусси Бампенсиеро. Застрелен Тони Поли и Сильвио за предательство. 2002 год. Ральф Сифаретто. Задушен Тони из-за подозрений в убийстве их беговой лошади, что явилось последним доводом. До инцидента с моим пирожком также совершил ряд проступков. 2004 год. Тони Блондетто. Убит Тони за убийство Джо Пипса и Билли Леотардо с целью предотвратить войну с семьей Лупертаци. 2007 год. Кристофер Малтесанти. Получив тяжелейшую травму в автокатастрофе, он признался Тони, что ввел автомобиль под кайфом. Сопрано, отделавшийся легкими ушибами, принимает решение отложить вызов службы спасения. Кристофер из-за своей наркозависимости становится все более опасным и ненадежным соратником. К тому же Тони подозревал, что Крис ненавидит его и желает ему смерти. Зажав пальцами Кристоферу нос, Тони перекрывает ему кислород, отчего тот умирает. Некоторые убийства ударили по нему на личном и эмоциональном уровне, заставив недоумевать, как справиться с ситуацией. В частности, после убийства Кристофера он чувствует прилив облегчения от того, что наконец избавился от племянника, которому, как он чувствовал, он больше не мог доверять и который стал обузой. Однако, его мучило то, что приходилось показывать грустное лицо, в то время, как остальная часть его семьи, горевала по-настоящему. Убийство одного из его лучших друзей, Сальваторе Пусси Банпинсьеро, тяжело давит на Тони. Сначала он испытывает искушение пощадить своего старого друга, но в конце концов понимает, что его давний друг – информатор и угроза для семьи. Пусс был застрелен Тони, Сильвио и Поли, а затем был сброшен в океан. Перед этим Банпинсьеро признался, что был информатором. Сальваторе понимал, что это его последний день и умолял не стрелять в лицо. Они выполнили его просьбу, поскольку все пули попадают в торс. У Тони двое детей – Мэдоу Сопрано и Энтони Сопрано-младший. Также Тони относится как к сыну Кристоферу, двоюродному брату своей жены Кармелы. Тони всегда показывается как любящий отец. Он наблюдает за спортивными достижениями своих детей, желает им счастья и не хочет впутывать в свою криминальную жизнь. Но у Тони бывают и конфликты с детьми из-за своего поведения. Он всегда пытался скрыть от детей свою криминальную жизнь. Но это у него не всегда получалось. Правду об отце Мэдоу узнала из газет, рассказав позже младшему брату. У Тони очень напряжённые отношения с дочерью из-за попыток оградить её от нежелательных по его мнению людей. Так, первый бойфренд Мэдоу был Гуталином и поведение Тони оттолкнуло его от Мэдоу. Тони искренне радовался, когда его дочь начала встречаться с Джеки Априлом младшим, сыном его лучшего друга. Перед смертью Джеки Сопрано пообещал, что будет держать его сына на правильном пути. Тони считал, что Джеки младший прилежный студент медицинского университета. Но после освобождения дяди Джеки младшего, Ричи Априла и его последующей смерти, Джеки всё больше и больше впутывается в дела мафии. Виной этому послужило желание Ральфа Сифаретта, КП-семи, который также был новым парнем матери Джеки. Тони понял это после того, как однажды обнаружил Джеки в стрип-клубе и подпольном казино. Сопрано избил его и отобрал пистолет, данный ему Ральфом, но это не помогло. Джеки Април участвовал в одном ограблении и помогал Ральфу в мелких делах. В итоге, под влиянием рассказов о своём легендарном отце, Джеки с друзьями предпринял попытку ограбления после чего несколько друзей Джеки были ранены или убиты, но он сам ушёл. В наказании за это через некоторое время Вита Спатафоры по приказу Ральфа Сифаретта убивает Джеки. Бандиты, если вы хотите видео про Вита Спатафоры, так и напишите мне об этом в комментариях. Постепенно Мэдоу выходит из депрессии и начинает встречаться с калифорнийцем Финном. Когда они объявляют о помолвке, Тони всецело одобряет выбор своей дочери, но через некоторое время Мэдоу с Финном отбывают в Калифорнию. Сопрано очень волнуется насчёт будущего своего сына Энтони-младшего. Тони не хочет впутывать его в свои мафиозные дела. Энтони-младший был исключён из своей первой школы за кражу со взломом результатов контрольной. Это выводит Тони из себя и он пытается отправить сына в военную академию. Однако Энтони-младший за день до начала учёбы падает в обморок и попытка проваливается. После этого Тони которую он с трудом заканчивает и затем всё-таки поступает в колледж. Через некоторое время Энтони-младший вылетает из колледжа и начинает вести разгульную жизнь, подрабатывая в сети видеопрокатов Blockbuster, пока отец не устраивает его на стройку разнорабочим, чтобы уберечь сына от участи Джеки Априла-младшего. Там Энтони-младший встретил Бланку и, несмотря на их разницу в возрасте, полюбил её. Позже девушка его бросила и Энтони-младший впал в глубокую депрессию. Надеясь помочь сыну, Тони находит бывших друзей своего сына Джейсона. Энтони-младшему становится лучше и он возвращается в колледж, где ведёт нормальную жизнь студента. Но он снова впадает в депрессию, когда видит, как его друзья избивают сомалийского студента. Он в итоге решает утопиться, но когда прыгает в бассейн, понимает, что хочет жить и кричит о помощи, а вовремя подоспевший Тони успевает спасти сына. После этого родители отправляют Энтони-младшего на реабилитацию, но после её прохождения депрессия продолжает проявляться, и он решает вступить в армию. Родителям удаётся отговорить сына от этой затеи. Они устраивают его в продюсерскую фирму Кармайна Лупертатца-младшего, видео о котором уже есть на канале. Внимание на правый верхний угол. Тони заядлый любитель животных, особенно уток, которые посещают его бассейн. Он испытывает сентиментальную привязанность к животным, будучи травмированным потерей своей собаки в детстве, как показано в эпизоде в Камелоте. Позже он инвестирует в скаковую лошадь мой пирожок. Когда лошадь в конечном итоге погибает в пожаре, возможно, устроенным Ральфом Сифаретто, Тони глубоко расстроен, возможно, будучи более эмоциональным из-за потери лошади, чем из-за смерти любого человеческого персонажа в шоу. Когда Тони реагирует с интересом, а не со страхом. Во время пребывания в больнице после выстрела его можно увидеть читающим книгу о динозаврах. Тони любит рыбачить. Его сын Энтони-младший часто сопровождает его на рыбалке. Иногда его преследуют видения Пуси Бенпенсьера, воплощенного в форме рыбы. Тони сохраняет живой интерес к истории, особенно ко Второй мировой войне. Его часто показывают в смотрящем передаче на History Channel. Тони слушает классический рок и поп-музыку, особенно 60-х и 70-х. В ходе шоу он наслаждается Jefferson Airplane, Эриком Клэптоном, The Clash, Pink Floyd, ACDC, Rush, Eagles, Journey, Boston и Deep Purple. Тони любит сходить налево. Кармела в курсе, но обычно закрывает глаза. Как правило, у него есть любовницы, с которыми он встречается в течение длительного времени, хотя у него также было несколько быстрых перепихонов со стриптизершами из Бадабинг. Тони отдает предпочтение женщинам европейского, особенно итальянского происхождения, с темными волосами и глазами и экзотическими чертами лица. Ирина Пельцин Молодая русская алкоголичка, которая часто названивает Тони. Несмотря на то, что Тони неоднократно отвергал ее ухаживание за ним после их разрыва, он все еще чувствует привязанность к ней. Член законодательного собрания Ньюарка Рональд Зелман дает им свое благословение. Однако позже Тони меняет свое мнение и начинает ревновать. Однажды ночью, будучи пьяным, он прибыл в дом Зелмана и избил его ремнем перед Иркой. Вскоре после этого она ушла от Зелмана, потому что тот больше не мог заниматься сексом после унижения. Избиение становится катализатором разрыва между Кармелой и Тони позже, когда пьяная Ирина звонит Кармеле и признается в романе с Тони, а также в его романе с ее кузиной Светланой. Глория Трилло Работала в автосалоне Мерседес менеджером по продажам. Из-за своей эмоциональной нестабильности Тони расстался с ней. Спустя некоторое время она повесилась, так и не пережив расставания с Тони. Валентина Ла Пас Арт-дилер итальянского и кубинского происхождения. Первоначально любовница Ральфа Сефаретта. Тони встречался с ней в течение четвертого сезона. Она случайно поджигает свою одежду в пятом сезоне, когда готовит завтрак для Тони. Вскоре после этого он решает вернуться к Кармеле и расстается с Валентиной, когда та находится в больнице, восстанавливаясь от ожогов второй степени. Джулиана Скиф Девелопер еврейского происхождения. Она встречает Тони в шестом сезоне, когда предлагает купить принадлежащее ему здание. Позже они завязывают роман, а также деловые отношения, но, по иронии судьбы, никогда не завершают свои отношения в сексуальном плане. Тони решает быть верным Кармеле, которая осталась с ним после стрельбы. Джулиана, в конце концов, встречается с Кристофером Малтесанти, и у них возникает деструктивная зависимость от наркотиков. В последний раз её видели на похоронах Кристофера. Здорово, друзья! Приготовьтесь услышать историю человека, начавшего как форточник, а закончившего главным Санта-Клаусом семьи Сопрано. Сальваторе Бонпенсьера, известный как Биг Пусси, построил карьеру, которую сложно назвать заурядной. Меня зовут Иван Пятовский, вы на канале Последний Киногерой. Пусси родился 16 сентября 1951 года и рос в тени своего отца Будды Бонпенсьера, которого вы могли наблюдать в фильме Множественные Святые Ньюарка. Я не расслышал имя Пусси. Но вместо того, чтобы пойти по стопам папаши, Биг Пусси решил прославиться как вор. Но не подумайте, что Сал заслужил своё прозвище благодаря особой любви к женскому органу. Нет. Пусси прославился тем, что во время грабежа искусно пробирался в дома и здания не через дверь, а сквозь окна верхних этажей. Причём делал он это максимально бесшумно и незаметно, благодаря чему и получил такое уникальное прозвище. Пусси Бонпенсьера начинал как взломщик. Один раз насрал такую здоровенную кучу, что коп подумал, там был медведь. Однако, Пусси этим не ограничился. Вместе со своим братом он держал автомастерскую, тем самым доказав, что в рукаве у него имеется парочка фокусов. К тому же, в 1976 году он женился на любви всей своей жизни, Энджи Бонпенсьера. Однако, именно дружба Биг Пусси с Капо Демео Джонни Боем Сопрано изменила его жизнь навсегда. Во время беспорядков 1983 года, Пусси присягнул на верность Джонни Бою и сделался повязанным семьи Сопрано. А когда Джонни Бой умер в конце 1986 года, Пусси исполнил его просьбу о том, чтобы его сын Тони возглавил команду. С того момента Пусси трудился вместе с другими старожилами Сопрано, включая Поли Галтиери и Сильвио Данте. И, невзирая на все риски, которые таила в себе жизнь преступника, Пусси остался верен Сопрано до самого конца. Ну, или почти. Мы поговорим об этом позже. Но наиболее ярким наследием Большого Пусси, пожалуй, стала его роль преемника традиций Джонни Боя переодеваться в Санта-Клауса и раздавать подарки местным детишкам в лавке с Атриалем. Хау-хау, ебать колотить. Ты прав. Вы о чем? В семье ценили его подход к детям, а Пусси доказал, что даже у самых суровых парней бывает золотое сердце. Как отец и муж Бен Пинсьера знал, как важно заботиться о своих близких. Но денег, которые он наживал в преступной семье Демео, было слишком мало, чтобы покрыть расходы на воспитание троих детей и обучение их в колледже. В надежде быстро заработать, он занялся торговлей героином. Тони Сопрано, его капа, и Джеки Април-старший, босс семьи, предупреждали его об опасностях, связанных с продажей наркотиков. Април даже предложил Бен Пинсьера материальную помощь, но Бен Пинсьера отказался от помощи, скорее всего, из-за страха оказаться в долгу перед боссом. А затем наступил роковой день, когда Бен Пинсьера попался в лапы ФБР. Столкнувшись с угрозой пожизненного заключения, его поставили перед выбором стать стукачом или сесть надолго. В результате Бен Пинсьера пошел по стопам Джо Валачи и запел. Наступило Рождество 1995 года, и у Бен Пинсьера была особая миссия помирить двух враждующих капу семьи Димео. Рискуя собой, он отправился в Бокаратон, чтобы уговорить Джуниора вернуться в Джерси и утрясти спор с Джеки Априлом. Однако, все прошло не так гладко. Бен Пинсьера прибыл с большим опозданием, свалив вину на проблемы со здоровьем матери его любовницы. И когда он наконец объявился, то уже был одет в костюм Санты и, похоже, был в стельку пьян. Хуже того, он устроил перепалку с Малтесанти. В 1998 году, несмотря на свое странное поведение, Бен Пинсьера по-прежнему оставался важной частью команды Сопрано. Он был вовлечен во все процессы, от запугивания должников до утилизации трупов. А поскольку он разбирался в автомобилях, всегда был готов предложить креативное решение проблем. Так, когда у сына Тони угнали тачку, Бен Пинсьера оперативно разыскал воров, но лишь обнаружил, что машина уже разобрана на части. Однако, Пуси ловко вышел из ситуации. Угнал другую машину той же модели и перекрасил ее, чтобы выдать за оригинал. Крепче держитесь за кресло, друзья, потому что сюжет закручивается. Продажный полицейский Вин Макезиан обвинил Пуси в кресятничестве. Пуси? Что с ним? Он носит микрофон. Что? Чтобы убедиться в словах копа, Тони велел Поли проверить Бен Пинсьера на наличие прослушки и даже разрешил убить толстяка, если на нем окажется микрофон. Но все пошло не по плану. Когда Галтьери привел Бен Пинсьера в баню, тот наотрез отказался раздеваться и ушел, свалив все на высокое давление. Подозрения команды только усилились, но приказ Тони был четким. Нет прослушки, нет убийства. Сальваторе исчезает на какое-то время, доверив Галтьери свои дела. А когда он снова объявился, сославшись на то, что был на лечении в Пуэрто-Рико, то лояльность Сальваторе по-прежнему оставалась под вопросом. Пуэрто-Рико? Ага. Думал на тамошней водичке высрать немного жирков. Его не взяли в поездку команды в Италию, а когда он встретился с Лепарей в магазине товаров для вечеринок, его засек чудак Джимми Бонс. Страшась, что его рассекретят, Пусси отправился в дом Бонса и убил его. Кроме того, в результате реорганизации команды Тони Сопрано у Сальваторе возникло чувство горечи и обиды. Оно и неудивительно, после чего он стал жаловаться Лепаре, что наше дело превратилось в мое дело, намекая на Тони. Впрочем, колебания Сальваторе по поводу доноса на Сопрано начали постепенно испаряться. Лепаре убедил его надеть микрофон на праздник в честь Энтони младшего. Но вместо того, чтобы говорить о делах, Сальваторе большую часть времени провел наверху с Эй-Джеем. Груз сложившейся ситуации оказался для него непосильным и к концу вечера он разревелся. После покушения на Кристофера Пусси вернул себе прежнее положение. Он помогает Тони выследить предателя. Участвует в казни, а затем идет ужинать с Тони как ни в чем не бывало. Но когда ФБР начала давить на него, чтобы добиться Тони признания на пленке, Сальваторе решительно отрицает свою причастность. Приятно познакомиться, но если у вас нет ордера, не могли бы вы с**паться из моего дома, потому что я немного занят. В какой-то момент двойная жизнь Пусси стала давать сбой. Сальваторе начал активно работать с ФБР и снабжать их сведениями об афере с авиабилетами. Но его куратор из ФБР не был уверен, что у них достаточно улик, чтобы прижать Сопрано. Однажды Сальваторе даже намекнул, что мог бы работать в полиции, как только закончит помогать ФБР шить дело. Он начал делать записи и следить за членами своей команды, но все быстро пошло наперекосяк. Во время одной из слежек он попадает в аварию, что только добавляет ему проблем. Так-так-так, похоже, у нас тут настоящий диванный сыщик. И скажу я вам, что от его поведения просто голова идет кругом. Встречаться с копами на заправке, расположенной прямо напротив его мастерской, это смелый поступок для человека, который поклялся на верность семье. Но что действительно меня поражает, так это то, как он проникся симпатией к своим новым хозяевам, словно он страдал от стокгольмского синдрома. Это когда заложник испытывает чувство симпатии к похитителю. И позвольте мне сказать вам, что из всех случаев, которые я видел, случай Бонпенсьера наихудший. В конце концов, Тони понял, что его старый друг предал его. Во сне Сальваторо явился ему в образе рыбы, что только подтвердило опасения Сопрано. Решив, что должен проверить все лично, Тони отправляется в гости к Пуси. При поддержке Сильвио он занялся поиском улик и обнаружил прослушку, спрятанную под накладным дном коробки из-под сигар. Тони договорился с Сальваторо встретиться с ним на яхте под предлогом осмотра нового судна. Но кто готов за катером? Но как только они вышли в море, Тони, Сильвио и Поли провели беседу со своим бывшим другом и заставили его признаться, что он помогает ФБР. Слышь, Пус, а она в натуре была? Сальваторо утверждал, что работал двойным агентом, скармливая ФБР ложную информацию. Не прокатило. Было уже слишком поздно. Осознав, что ему не выбраться с корабля живым, он просит не стрелять ему в лицо. Только не в лицо, окей? Поли Галтиери сказал ему, ты мне был как брат. Прежде чем Тони открыл огонь, Поли и Сил тоже стреляли в Пуси и все пули угодили ему в грудь, следуя последнему желанию Толстяка. В мрачной сцене Поли снимает с тела Пуси драгоценности, а трое мафиози пакуют его, утяжеляют груз и бросают его за борт. Воспоминания о предательстве и смерти их бывшего друга будут преследовать их еще много лет. Во время поминок Ливии в одной из самых знаковых сцен сериала Тони открывает дверцу шкафа и мы мельком видим в зеркале большого Пуси. Его отражение мощное напоминание о предательстве, которое по-прежнему преследует Тони, даже в разгар похорон его матери. Сальваторе оставил после себя жену Энджи и троих детей, но на этом откровения не закончились. В игре Сопрано Дорога к уважению стало известно, что у него также был внебрачный сын Джоуи Ларокко. Эта история о трагедии, тайнах и о высокой цене за преступную жизнь. Смерть Сальваторе стала последней главой в истории жизни, наполненной обманом и коварством, оставив после себя след из разбитых сердец и потерь. Вита Спатафор и Старший герой Сопрано, член семьи Демео и просто жирная проблема на куртке Тони. Его жену зовут Мари, от которой у него двое детей, Хранческо и Вита младший. Но, несмотря на потомство, Спатафор был не прочь прогуляться на заднем дворе, если вы понимаете, о чем я. Подробности всплыли наружу в пятом сезоне Сопрано, став одним из ярчайших сюжетных поворотов шестого сезона. Хотя впервые Виту был представлен в сериале лишь в шестой серии второго сезона, актер Джозеф Гоносколя, сыгравший Спатафор появляется в эпизоде Легенда от Инесси Малтисанти, когда Крис ставит на место попутавшего продавца в кондитерской. Актер указан в титрах как Джино. То есть сразу отвечая на ваш вопрос нет, это не Виту. Хотя Спатафора тоже любил булки, особенно всяких пожарников. Ладно, о чем это я? Виту становится членом команды Ричи Априла Старшего после выхода Ричи из тюрьмы. Спатафора быстро вырастает до Капо, когда Дженис ликвидирует Априла, а Джи Джи Чистоны и Ральф Сифаретта отправляются к Майке Палмиси. В одну из серий третьего сезона брата Виту, обладателя лучшей прически в сериале, жестоко избивает клюшкой для гольфа молодой бугор Мустанг Салли. И братан Виту впадает в кому. Спатафора жаждет мести. Тони просит отца Бобби Баккала Бобби Баккальери Старшего убрать Салли. В финальной серии третьего сезона, когда Джеки Април младший залегает на дно, после попытки обставить карточную игру Ральфи, Тони просит Ральфа разобраться. В итоге Вито выслеживает Джеки младшего и стреляет ему в затылок. Хотя официальная версия гласит, что Джеки младший был убит руками Гуталина, сестренка покойного не верит в эту басню. В серии кто бы это ни сделал, Тони мочит Ральфа. Как и за что я уже подробно рассказывал вот в этом ролике. Внимание в правый верхний угол. В итоге Вито вырастает до капа команды Априла. Вот тут наступает самое интересное. В серии неопознанные черные мужчины мы узнаем, что Вито на самом деле не прочь порезвиться с парнями, когда однажды утром на стройке бойфренд Мэдоу замечает Вито вместе с охранником. Жердяй кошмарит Фина, заставляя заткнуться. В эпизоде Members Only Вито к всеобщему удивлению похудел более чем на 70 килограмм и даже снялся в рекламе средства для похудения. Реклама центра похудания. И в до и задолго до. В той же серии Тони получает маслину от окончательно поехавшего Джуна и последующие два эпизода пребывает в коме. Когда жизнь Тони находилась на волоске, Вито тонко намекнул, что он должен стать новым боссом. Он говорит Ларе бою Борезе, что является лучшей кандидатурой, так как его команда была самой прибыльной. Пока Тони находится в коматозном состоянии, Вито отдает Поле наводку на тайник с одним миллионом выручки с продажи Хмурого, спрятанных колумбийскими барыгами. Поле с напарником таки сорвали куш, но огребли люлей, а Поле так вообще схлопотал по шарам, что вызвало серьезные проблемы со здоровьем. Поле и Вито были вне себя, когда сил потребовал, чтобы те поделились с Кармелой на случай, если Тони не выкарабкается. Тони чудом приходит в себя, отчего все были в восторге, кроме жердяя Вито, который мечтал занять место Шкипа. Во время свадьбы дочери Джонни Сека, Аллегры, в серии мистер и миссис Джонса Кремони приглашают, Вито говорит, что плохо себя чувствует. Он и его семья покидают свадьбу, но дома Вито говорит жене, что у него есть дела. Ей это кажется странным. Позже тем же вечером два члена семьи Вито резвится в баре типа голубая устрица. Вито было попытался выставить все как шутку, но не проконало. Вито, опасаясь последствий, возвращается домой, чтобы собрать деньги, прежде чем отправиться в бега. Спатафоры до усрачки боялся, что его хобби скоро станет известно всем. Он останавливается в пансионе в Нью-Гемшире и пытается начать новую жизнь вдали от мафии. Под псевдонимом Винс он проявляет интерес к антиквариату и утверждает, что пишет книгу об итальянских боксерах. В одной из местных забегаловок он знакомится с Джимом Витовски, также известным как Джонни Кейкс. У них начинается больше, чем дружба. С вашего позволения я опущу подробности, я не хочу об этом рассказывать, вы и сами все знаете, ну а если не знаете, подумайте, надо ли вам это. Я ведь не из голубых, понятно? О, ну и клево. Наконец, Вита решает вернуться к своей прежней жизни в Джерси. Он готовит для Джима ужин и уходит на следующее утро. Вита бухает за рулем по пути в Джерси и врезается в припаркованный автомобиль. После неудавшейся попытки убедить владельца скрыть инцидент от копов, Вита делает из мужика подснежник. В конце концов, спатафоры связываются с Тони и они встречаются в торговом центре. Вита утверждает, что причиной его недога были лекарства. Желая выкупить себе дорогу обратно, он предлагает Тони 200 штук зеленых. Хотя предложение явно заинтересовало Тони, он понимает, что от сделки стоит отказаться, ибо это неизбежно приведет к открытому конфликту слупертации. Босс слупертации Фил Леотардо требует смерти Виту, поэтому Тони приказывает Карла Джерваси избавиться от жердяя. Тем временем спатафоры встречается с родными. Вита врет детям, что он тайный агент СРУ, скрывающийся в Афганистане, и предупреждает, чтобы те держали язык за зубами. Той же ночью Вита возвращается в номер в мотеле и попадает в руки Фила Леотардо и его людей. Это были последние часы жизни Виту. Позже выяснилось, что Виту был найден с Кием вместе, где Киа быть не должно. Несанкционированное убийство Виту оказалось предметом разногласий между Димео Лупертаци. Ситуация обострилась, когда Фил заподозрил парней из Джерси в исчезновении Гамиэллу. СМИ сообщили, что Виту был убит мафией за свой недуг. Дети Виту увидели статью и поняли, что их отец совсем не агент ЦРУ. Год спустя сын Виту начал бунтовать в ответ на убийство отца и жестокость со стороны сверстников, начав творить беса. Его мать Мари просит у Сопрано денег на переезд в место, где никто не знал бы ни о них, ни о том, что случилось с Виту. Тони просит Фила вмешаться. Оба наносят визит Виту младшему и советуют повзрослеть. Однако Вита решает не останавливаться на достигнутом, благодаря чему рождается знаменитая сцена в душе. Тони решает помочь Мари с переездом, но проигрывает сумму, которую планировал отдать супруге покойного. В итоге Сопрано предлагает бюджетный вариант, сказав, что ее сыну следует отправиться в спецлагерь и что он покроет все расходы. Ни для кого не секрет, что некоторые герои Сопрано являются не лучшими интеллектуалами. Такие персонажи, как Эй Джей или Поли могут захлебнуться собственной слюной. Но из всех героев, представленных в шоу, самым тупым из них по праву можно назвать Кармайна младшего. Несмотря на то, что он сын босса, Кармайн не пользуется уважением и его отличительной чертой являются постоянные неадекватные действия. Но есть ли в этом персонаже нечто большее, чем он кажется на первый взгляд? Что-то скрытое от глаз, что мы могли упустить? Давайте поближе рассмотрим мистера безмозглого второго Кармайна Лупертаци младшего. Кармайн Лупертаци младший известный как маленький Кармайн сын Кармайна старшего босса преступной семьи Лупертаци. Несмотря на то, что он был капа в семье, Литл Кармайн отстранен от дел в Нью-Йорке и живет в Майами, где владеет диско-клубами и, скажем, управляет арт-компанией со вкусом. Какая он впервые представлен в эпизоде четвертого сезона «Вызываю все машины», видео о котором уже есть на канале. Внимание на правый верхний угол, когда Тони отправляется во Флориду и просит его помочь разрешить спор с его отцом. Хотя Кармайн младший соглашается попытаться убедить своего отца быть разумным, когда Кармайн старший начинает хвалить Тони, Кармайн младший намеренно раздувает пламя конфликта из-за ревности. В следующий раз мы увидим Кармайна младшего в пятом сезоне, когда его отец умирает. Хотя изначально в хороших отношениях с Джонни с Секом между ними возникает конфликт, поскольку оба борются за титул босса. Джонни поддерживает только что освобожденный Шах Ирана, а Кармайна младшего поддерживает бывший канцельер его отца Анджела Гарепе и Капо Расти Миллио. Тем не менее, Расти использует Кармайна младшего только как марионетку, чтобы попытаться управлять семьей. Конфликт приобретает кровавый оттенок, когда Джонни убивает Лорейн Калутса, ростовщицу, поддерживающую Кармайна младшего. Кстати, у Кармайна младшего были сексуальные отношения с ней, несмотря на то, что они троюродные родственники, что звучит довольно мерзко. В отместку Кармайн младший убивает Джоуи Пипса. Двоюродный брат Тони Тони Блондетта совершает убийство, втягивающее в конфликт Нью-Джерси. Однако, когда Джонни убивает Анджела, Кармайн младший дает обратку и признает Джона новым боссом семьи Лупертаци. Впрочем, Джонни недолго наслаждается титулом, так как вскоре ему предъявлено обвинение в рэкете. Пока он в тюрьме и Фил исполняет обязанности босса, Кармайн младший избегает участия в разборках мафии и вместо этого объединяет силы с Кристофером, дабы профинансировать его фильм Тисак. В конечном итоге фильм становится успешным и он может добавить еще одну картину в свою копилку. После того, как Джонни умирает в тюрьме от рака легких, титул босса снова становится свободным. Когда выясняется, что док Сантора грозится стать победителем в этой гонке, Тони встречается с Кармайном и просит его вмешаться. Однако Кармайн отказывается, понимая, что титул босса не принесет счастья ни ему, ни его семье. В конечном итоге Фил становится новым боссом семьи и его обида на Тони ставит обе стороны на порог войны. Кармайн младший пытается заключить мир между двумя боссами, но все портит и война все равно начинается. Несмотря на разрушительные последствия для команды Нью-Джерси, война вбивает клин между Филом и его правой рукой Бутчи. В финале сериала Тони с помощью Кармайна договаривается о перемирии, что приводит к смерти Фила. Кармайн также дает Эй-Джею работу в своей кинокомпании, что отводит любителя бассейнов от службы в армии. Как я уже упоминал, отличительной чертой Кармайна младшего является его низкий уровень интеллекта. Его товарищи бандиты считают его идиотом. Я буду даже более успешным, но пока я не босс, доказать это непросто. Во многом это из-за его неадекватности, когда он использует громкое слово, чтобы звучать умно, но в конечном итоге неправильно употребляет его, что вызывает у всех лишь смех. Кончилось все тем, что Луи заковал его в кандалы. Однако, если мы посмотрим глубже, мы увидим, что Кармайн умнее, чем его привыкли считать. Во-первых, он один из немногих, кому не плевать на проблемы с алкоголем у Кристофера. Его также часто просит выступить посредником в конфликтах, и в конце концов ему действительно удается заключить мир между Нью-Йорком и Джерси. Даже на сайте HBO он указан как человек, о котором нельзя забывать. Но самым сильным аргументом в пользу его интеллекта является тот факт, что он смог уйти сухим из игры. На протяжении всего сериала мы видим, как много боли Тони принесла корона со всеми конфликтами, с которыми ему приходится иметь дело, и тем фактом, что теперь он является главной целью ФБР. Тони становится все более злым и подавленным с каждым сезоном. В отличие от Тони, Кармайн понимает, что власть того не стоит. Даже их встреча на гольф-поле показывает, насколько они разные. Тони настолько подавленный несчастен, что заказывает что-нибудь нездоровое, чтобы внести немного радости в свою жизнь. Однако Кармайн младший питается здоровой пищи и ведет активный образ жизни, играя в гольф. Это отличное предзнаменование того, кто проживет дольше. Сон об отце, который он видит, также показывает удивительно глубокую проницательность со стороны персонажа. Бумажная корона, которую носит его отец, показывает, насколько бессмысленно на самом деле звание босса, а пустая коробка символизирует то, что, несмотря на внешние преимущества, у него ничего не будет, даже если бы он получил этот титул. В конце концов, Кармайн оказывается одним из немногих счастливых персонажей сериала, способный наслаждаться жизнью со своей любящей женой и детьми, не боясь оказаться мертвым или за решеткой. Этого достаточно, чтобы любой мог назвать его гением. Но давайте копнем еще глубже. Что, если Кармайн на самом деле не отказывается от должности босса? Что, если вместо этого он манипулировал событиями, чтобы все произошло именно так, как он спланировал? И, в конце концов, он тот, кто тайно контролирует и Нью-Йорк, и Нью-Джерси? Теория гласит, что Кармайн намеренно способствовал конфликту между Филом и Тони. На собрании он вспоминает брата Фила, срывает сделку. Обычно это рассматривается как еще один провал. Но что, если он намеренно делает это, чтобы стравить Фила и Тони? Мы знаем, что он способен сознательно управлять эмоциями. Теперь вопрос в том, почему он захотел развязать войну между Филом и Тони, чтобы он получил, тем более, что у него был шанс стать начальником, но он отказался. Что ж, возможно, он узнал из своей битвы с Джонни Секом, что титул босса опасен, и вместо этого решил управлять всем из Тени. В конце концов, это то, что его наставник Расти сделал с ним. Но если он следует по стопам Расти, то ему понадобится марионетка. Фил, очевидно, не подходит на эту роль, поскольку он поддерживал Джонни, и, возможно, именно поэтому его пришлось ликвидировать. Война также помогла отделить Буччи от Фила, и Буччи является наиболее вероятным кандидатом на власть. Из него получилась бы отличная марионетка, с помощью которой можно управлять семьей. Во время последней встречи Буччи смотрит на Кармайна, прежде чем согласиться с условиями Тони, что, возможно, доказывает, что он действительно выполняет его приказы. Но как объяснить, что он поступает глупо, даже когда не занимается делами мафии. Какой бы ни казалось эта теория, маловероятно, что безмозглый второй втайне является серым кардиналом, играющим с жизнями людей. Нет, более правдоподобный ответ, он тот, кем мы привыкли его считать, пешка, понявшая, что единственный способ выиграть партию не играть в нее. Здорово, друзья, добро пожаловать в мир Сопрано. Майки Палмисси был одним из самых опасных и жестоких героев, вызывающих страх не только у врагов, но и даже у приспешников. Но почему Тони ненавидел его так сильно? И как Сопрано удалось выйти сухим из воды и сбив Палмисси? Сейчас разберемся. Меня зовут Иван Пятовский, вы на канале Последний Киногерой. Путь Майки Палмисси по карьерной лестнице в сериале Сопрано это американские горки верности, жестокости и ненависти. Майки, который начинал как простой солдат в команде Джуниора, после смерти Джеки Априла быстро становится правой рукой Карада и получает заветную роль канцельери в серии Мир по Сопрано. Майки это сложный персонаж. В нем присутствуют черты доброты и покорности по отношению к тем, кого он считает заслуживающими уважения, но в то же время он нетерпим и жесток к тем, кто лезет ему на рожон или пытается навредить Джуниору. Как Джуниор? А ну сидеть, блядь! Он глубоко ненавидит Тони Сопрано и Тони ничуть не делает его жизнь проще, регулярно подкалывая его. Несмотря на верность Джуниору, острая нелюбовь Майки к Тони сделала его одним из главных врагов Тони в первом сезоне. С каждой новой серии герой Майки становится все сложнее и интереснее, заставляя нас напряженно гадать, что же он будет делать дальше. В момент, когда у Джеки Априла диагностирован рак и становится ясно, что он умрет, Джуниор быстро начинает действовать, чтобы обеспечить себе трон. Майки намерен уничтожить всех противников Джуниора, включая Тони Сопрано и Кристофера Малтисанти. Он ясно дает понять свою цель, когда заявляет, что Джуниор Сопрано новый босс, и он не уважает старые договоренности. Лояльность Майки подвергается испытанию, когда Брэндон Филоне и Кристофер Малтисанти угоняют грузовики, принадлежащие фирме, находящиеся под защитой Джуна. Карада просит Майки разобраться, и тот делает это с максимальной жестокостью, убивая Брэндона в эпизоде «Отрицание гнев-принятие». Но на этом жестокость Майки не заканчивается. В результате шокирующего поворота событий он нанимает двух русских для инсценировки казни Кристофера, разъялив его до такой степени, что тот хочет убить Майки в отместку. «Скажите Тони, ее бы там избили и изнасиловали. Я не хочу сейчас умирать». Тони Сопрано вмешивается, предостерегая Кристофера, чтобы тот не смел трогать Майки. Тони Сопрано вмешивается, предостерегая Кристофера, чтобы тот не смел трогать Майки. Потому что Пал Мисси посвященный, а Кристофер в то время был просто повязанным. Вместо этого Тони берет дело в свои руки, жестоко избивая Майки Степлером. Интересно, как на это отреагировал мальчик. Когда речь идет о мафиозном мире, каждый шаг может стать последним. И когда Тони избил Майки, у многих возник вопрос, как Сопрано удалось выйти сухим из воды, учитывая, что Майки был посвященным членом семьи. Когда Тони был капитаном и поколотил Майки, выходом для Пал Мисси было обратиться к Джуну, чтобы тот уладил вопрос, устроив сит-даун. Но стоит учитывать, что Сопрано выбил дерьмо из Майки, когда вокруг не было свидетелей, даже мальчика. Так что доказательств не было. Мало ли, что Пал Мисси себе надумал, может ему вообще это все приснилось. Даже если бы и дошло до сит-дауна, как бы Майки смог доказать свою правоту? У Тони высокий IQ и вдогонку диплом по уличной мудрости. Он знает, как себя вести в подобных ситуациях. Достаточно вспомнить, как он себя повел, когда анкл Филли закидывал его обвинениями и требовал предоставить блондета на блюдечке. Ну или эпизод с шуткой Ральфа. Несмотря на то, что Тони знал правду, он не сдался и вел себя профессионально, когда Джонни брызжал слюной и требовал голову Ральфа. У Тони всегда есть туз в рукаве. Он не дешевка. Да, Майки мог создать Тони проблемы, но как подобный призыв о помощи выглядел бы в глазах славных парней? Зват на помощь босса не самый лучший вариант. Ведь все они крутые парни и каждый должен уметь решать свои проблемы самостоятельно. К тому же кто захочет афишировать свой проигрыш? Вскоре Джуниор выясняет, что внук его портного покончил с собой после того, как принял дурь, купленную у одного из ведущих дилеров Ларри Борезе. Джуниор берет дело в свои руки и приказывает Майки убить торговца, чтобы помешать ему продавать наркотики детям. В результате Майки вместе с Джои Эксом сбрасывают расти с того же моста, с которого спрыгнул мальчуган, подавая четкий сигнал любому, кто посмеет перейти дорогу Джуниору. Однако этот шаг не пришелся по душе Капо, особенно Ларри, который считал, что Джуниор должен был предварительно согласовать столь радикальные меры. Конечно, Майки Палмисси улыбчивый и дружелюбный парень, но не стоит обманываться его внешним видом. За маской очарования скрывается жестокий социопат садист, которому нравится причинять боль и страдания. Тони и остальные Капо с детских лет называют его болезнью из-за больной натуры Палмисси. Майки упивается властью, которой обладает, часто издевается и насмехается над своими жертвами, прежде чем нанести финальный удар. К тому же Майки испытывает лютую ненависть племяннику Джуниора Тони Сопрано и уже много лет жаждет разделаться с ним. Благодаря манипуляциям Майки и Ливии Джуниор решается на отъявленный шаг. Он велит убить Тони. Тогда повязанный по имени Дони Падуана видит для себя возможность и помогает организовать покушение на Тони. Но брикеты проваливают задание и Майки приходится разгребать бардак. Палмисси рад стараться и решает вопрос на раз-два, застрелив Дони в его же тачке. Понимая, что не может спустить на тормозах столь резкий поступок, Тони решает действовать. Джуниора, старого скользкого лиса, нельзя было недооценивать. Все знали, что он что-то задумал, и вопрос был в том, кого он задействует на этот раз. Сабрано нацелился на Чаки и Майки, решив лишить Джуна возможности совершить новый удар. Тони застиг Чаки врасплох на пристани в Джерси Сити, где тот чилил на своей лодке. Взяв с собой большую рыбеху, Тони внезапно вытащил из ее пасти ствол и произвел несколько выстрелов Чаки, положив конец его жизни. Судьба Майки тоже была предрешена. Кристофер и Поли настигают его во время пробежки. В одно мгновение Майки бежал по лесу, а в следующее сидел на заднице в ручье. Майки было пытался подняться на ноги, но промокшая одежда мешала двигаться. Хуже того, в этот момент появился Кристофер и наставил на него пушку. Майки понял, что влип и стал молить о пощаде, но Крис едва ли был матерью Терезы. Было ясно, что час Майки настал. Но тут из ниоткуда появился Поли. На его лице была паника и он отчаянно чесал руки. Кристофер произвел смертельный выстрел и безжизненное тело Майки рухнуло в воду. У меня уже чешется. Вполне достойный финал для героя, причинившего столько боли и страданий. После себя Майки оставил жену и мальчика. В мире Сопрано жизнь и смерть не то, чем кажутся. В эпизоде Откуда в вечность Кристофер приходит в себя после комы. Однако его возвращение с того света не похоже на стандартный свет в конце тоннеля. Он рассказывает Поли и Тони о своем путешествии в ад, где он увидел Брэндона Филона и Майки в ирландском баре, дружески распивающих спиртное. Майки Палмисси и Брэндон Филоны тоже там были. Они дружат. Но послание, которое Кристофер принес из пекла, оказалось еще более пугающим. Передай Тони и Поли в три часа. Суеверный Поли посещает экстрасенса, который называет имена убитым их людей, включая Майки Палмисси. Он говорит, он был вашим первым, но я чувствую многих других. Но экстрасенс еще не все сказал. Он говорит Поли, что Майки интересуется, не зудит ли у Поли до сих пор. Это отсылка к случаю, когда Поли, гоняясь за Майки Полису, угодил в куст ядовитого плюща. Кстати, если вам интересно узнать теорию про три часа, напишите в комментариях, я постараюсь сделать об этом отдельное видео. Так почему же Тони так сильно ненавидел Сериал Сопрано не боится исследовать сложные отношения. Отношения Тони и Джуниора яркий тому пример. Когда Тони был ребенком, Джуниор был для него вторым отцом. Тони очень полагался на мнение Джуниора, возможно, даже больше, чем на слова собственного отца. Но когда оба стали старше и дослужились до капитанов, их отношения начали рушиться. Хуже того, Джуниор взял в команду человека, который не испытывал к Тони ничего, кроме презрения. Этот парень был почти как замена Тони. Тот же возраст, стильный, умный и более уважаемый Джуниором. Это стало огромным ударом по самооценке Тони, и он ощутил глубокую обиду и ревность. Он не мог понять, почему этот модно одевающийся ублюдок пользуется большим доверием и уважением у его дяди. В результате ухудшило их и без того скверные отношения. Нет никаких явных признаков того, что Майки был дураком. На самом деле он представлен как хитрый и бессовестный человек, сумевший продвинуться в рядах команды Джуниора. В конце концов Майки пал не из-за нехватки ума, а из-за неспособности контролировать свои жестокие наклонности и из-за стремления идти на неоправданный риск. Здарова, друзья! Хэш Рапкин один из ярчайших героев Сопрано. Его история от ранних дней в роли основателя музыкального лейбла до его поздней позиции советника Тони Сопрано это история власти, денег и преданности. В данном выпуске мы подробно изучим историю Хэша, его жизнь, бизнес и взаимоотношения с ключевыми героями Сопрано. Хэш не умник в рядах мафии. Невзирая на это, Тони регулярно обращается к нему за советом по самым разным вопросам. Хэш мастер держаться в тени. Он предпочитает проводить время за игрой в карты, за трапезой с командой Тони или в ночном клубе Бадабинг. Еврейское происхождение Хэша добавляет интригующий слой к его характеру. В мире, где доминируют итало-американцы, Хэш необычный аутсайдер, сумевший выкроить для себя нишу. Благодаря этой динамике возникают интересные отношения между Хэшем и другими героями, и всегда интересно наблюдать за тем, как он ориентируется в сложной паутине отношений внутри итало-американских замесов. Будучи изворотливым бизнесменом, он сколотил свое состояние в сфере звукозаписи, основав компанию F-Note Records в 50-х. У Хэша был острый нюх на таланты, и благодаря ему многие черные музыканты обрели славу. Впрочем, он не ограничивался тем, что зарабатывал на продаже пластинок. Хэшу удавалось сделать так, что его указывали как савтора песен, поэтому ему причитались части ройалти. На самом деле это довольно популярная практика даже сейчас. Ярчайший пример коллектив Backstreet Boys. На протяжении многих лет между музыкантами и их продюсером гремели нескончаемые разногласия. Один из главных камней преткновения был связан с деньгами. Их продюсер Лу Перлман забирал себе большой кусок от доходов группы и не выплачивал им то, что присчиталось им по договору. Самое невероятное в этой истории заключается в том, что их продюсер добился такого положения, чтобы на бумаге его законно считали шестым участником группы. Это давало ему право получать процент от всех продаж, связанных с группой в течение всей своей жизни. Но, к счастью, группе удалось избавиться от этого шестого участника во время суда. Судья, который рассматривал дело, оказался на стороне Backstreet Boys. Он заявил, что его дочь большой фанат группы, и на ее стене висит постер с их изображением. Но, к своему удивлению, судья не заметил на постере лица Лу Перлмана. В итоге, судья отклонил претензии продюсера, и группа осталась без шестого участника. Но, вернемся к основному герою нашей истории, Хэшу. Несмотря на свою алчность, Хэш обладает холодной головой и добродушием. Среди приближенных Тони он необычен еще и тем, что имеет хорошее образование. Помимо бизнеса, Хэш увлекается разведением лошадей и любит темнокожих женщин. Его зять Элай также вписался в расставщический бизнес Хэша, что создает некоторую забавную семейную динамику. Впервые Хэш засветился в пилотной серии, действуя в связке с Тони в рамках аферы по надувательству страховых компаний посредством их должника Алекса Мохаффи. Тони не связываться с семьей евреев хасидов во время спора о том, кому достанется их отель. Прогнозы Хэша сбываются, но Хэш сумел помочь Тони закончить напряженные переговоры, подсказав Сопрано слабое место Хасида. Одной из черт, благодаря которой Хэш настолько сильный персонаж, стала его необыкновенная позиция. Как еврей в мире итало-американской мафии, он может предложить такие идеи, которые никто иной высказать не в состоянии. Будь то деловой разговор или просто болтовня с людьми Тони, Хэшу всегда есть что сказать. В эпизоде хит это хит Хэш играет ключевую роль, пытаясь помочь племяннику Тони, Кристоферу, убедиться, что его подружка Адриана едва ли подходит для работы в музыкальном бизнесе. Сбери отсюда, не заставай терять время. Однако это становится только началом драмы. Как только Крис выходит на связь с Хэшем от имени рэпера Massive Genius, утверждавшего, что Хэш задолжал часть роялти вдове чернокожего музыканта, ситуация реально начинает накаляться. Мой народ был у белых на положении негров тогда, когда твой еще гонялся за зебрами с размалеванными лицами. В ответ на отказ Хэша платить брикет грозится судом. Но Хэшу хватило ума пригрозить встречным иском, обвинив Гуталина в нарушении авторских прав. Что это давайте ненадолго окунемся в прошлое Хэша, чтобы понять истоки его конфликта с брикетом. В те далекие времена музыкальная индустрия была беззаконным местом, где правили жуликоватые владельцы концертных залов, агенты и радиостанции, а также дистрибьюторы пластинок и магазины. Но в самом центре всего была мафия. Хэш был бизнесменом, который знал, как заработать. И он делал это, заключая контракты с молодыми и перспективными музыкантами. Однако его контракты были крайне несправедливыми, так как они давали ему право на все написанные песни исполнителей. Его лейбл был местом, где многие музыканты мечтали о карьере, и Хэш знал, как использовать эту завистливую атмосферу в свою пользу. В беззаконном мире музыкальной индустрии тех лет, чтобы выжить, нужно было иметь связи. Для Хэша это означало связаться с Джонни Боем и платить ему налог. Хэш и Джонни Бой объединились в своем стремлении использовать беззаконие и коррупцию в музыкальной индустрии, чтобы заработать большие деньги. И им это удалось, имея нужное количество мускулов. Хэш знал, как заработать деньги на музыке, а Джонни Бой знал, как защитить своих людей. Вместе они создали нечто большее, чем просто дружбу. Они создали бизнес-империю, которая продолжала платить и платить. Эти двое видели возможности там, где другие видели только проблемы. В отличие от многих других партнеров в мире мафии, Хэш и Джонни были равны. Хэш всегда платил Джонни по счетам, и Джонни никогда не чувствовал необходимости вмешиваться и рисковать убить гуся, несущего золотые яйца. Хэш и Джонни зарабатывали немало денег, но не все были рады их успеху. Многие завидовали им и считали, что заработанные деньги должны достаться им. Однако мафия старой школы придерживалась своих правил, среди которых был запрет на присвоение доходов других мафиози. Когда Джонни скончался, команда, включая Хэша, перешла к Тони. Сопрано был молодым и неопытным лидером, и все гадали, сможет ли он выстоять. Однако Тони обладал врожденными лидерскими качествами, которые позволили ему сохранить верность команды Джонни. К началу сериала музыкальная индустрия претерпела серьезные изменения, и Хэш все меньше трудился в студии и все больше на улице под защитой Тони. Хэш не был самым прибыльным активом Тони, но все знали, что он принадлежал Сопрано. Кто бы не попытался на него наехать, рисковал навлечь на себя беду. Когда появился Брикет, Тони был вынужден с ним разобраться. В этом мире уважение имеет огромное значение, и даже небольшая сумма денег может стать причиной войны. В эпизоде Кристофор Хэш помог Сильвио в его споре о дне Колумба, связав его с владельцем казино из числа коренных американцев. В Сопрано Хэш персонаж, который всегда оказывается в гуще событий. Например, в серии в Камелоте, Тони делает для себя шокирующее открытие. Его отец Хэш и Фил Леотардо были совладельцами ипподрома, и после смерти Джонни Бой завещал свою долю любовнице Френ Фельдштейн. Тони устроил встречу с Филом и Хэшем, чтобы требовать долю, и хотя они неохотно согласились, напряжение было высоким. Но все это цветочки по сравнению с драмой, разыгравшейся в серии Members Only. Хэш и его зять подверглись атаке членов бригады Леотардо, которые думали, что зятек без разрешения ведет дела на их территории. Бандиты подожгли бензобак зятька, чтобы выкурить дуэт из машины, а затем избили Илая. Зятек, пытаясь скрыться, успевает протестировать бампер, а Хэш получает смачный панч в лицо. Но Хэш был не из тех, кто сдается без боя. Он потребовал от Фила возмещения ущерба и добился компенсации при помощи Тони. Несмотря на все произошедшее, Хэш все равно нашел время навести Тони в больнице, когда тот восстанавливался после ранения. Финальный сезон Сопрано был полон драматизма, и Хэш был в самом эпицентре. Тони понадобились деньги, чтобы перекрыть череду убытков от азартных игр, и Хэш дал ему промежуточный кредит в размере 200 тысяч долларов. Однако, когда Тони не вернул заем в срок, все пошло наперекосяк. Тогда Тони начал бронить Хэша на счет процентов по кредиту. Очевидно, что спор обострил их некогда теплые отношения. Однако, когда девушка Хэша, Рената, умерла во сне, Тони из уважения вернул долг. Правда, его соболезнования были краткие и безличны, и это наводит на мысль, что их отношением нанесен непоправимый ущерб. Лично я думаю, что гибель Ренаты спасла Хэшу жизнь. Сопрано мог заставить Хэша просто испариться, тем самым избавившись от долга. В конце Сопрано судьба Хэша остается неясной. Возможно, он продолжает наживаться на гуталинах. Кто знает. Здорово, друзья! В этом выпуске мы более подробно рассмотрим одного из самых неоднозначных героев Сопрано – Фича Ламана. Узнайте больше о судьбе и истории Фича, его восхождении к успеху, взаимоотношениях с другими гангстерами и событиях, которые в конечном счете привели к его краху. Меня зовут Иван Пятовский, вы на канале «Последний киногерой». История Фича берет свое начало на Сицилии в первой половине 20 века. Рожденный в мире, где сицилийская мафия обладала невероятной властью и колоссальным влиянием, Фич уже в юном возрасте становится человеком чести. В поисках новых возможностей Фич эмигрирует в США и кидает кости в Джерси, где становится частью преступной семьи Димео. Фич быстро движется капитаном. Фича высоко ценили за его способность делать деньги. Одним из наиболее прибыльных предприятий Фича были азартные игры. В частности, он был известен тем, что проводил супер-прибыльную карточную игру с высокими ставками, в которой участвовали самые известные игроки, включая мафиози, знаменитости и спортсменов. Шел 1982 год, и два бандита-новичка Джеки Април и Тони Сопрано стремились сделать себе имя в преступной семье Димео. Они задумали ограбить игру Фича, надеясь произвести впечатление на боссов и продвинуться по служебной лестнице. Планировалось, что к ним подключится их друг Ральф Сифаретта, но оказалось, что он заразился гонорей, поэтому Ральфи спрыгнул с темы в последний момент. Не теряя надежды, Джеки и Тони решили пойти на дело. Обставили игру Фич был в ярости от такого налета и пожаловался руководству семьи на неуважение со стороны подростков. Однако, несмотря на его жалобы, ему пришлось уступить после Сиддауна с участием отца Тони, Джонни Боя и старшего брата Джеки, Ричи, двух авторитетных капо, которые встали на защиту грабителей. Дело в том, что подпольная карточная игра, которую вёл Фич, скорее всего, находилась за пределами Нью-Арка. И у Фича сложилось ошибочное мнение, что там полномочия семьи Димео заканчиваются. Когда Джонни Бо или дядя Джун потребовали от Фича, чтобы тот отстегнул семье, он, скорее всего, сказал им курить бамбук. Тони и Джеки не были дураками. Они держали ухо востро и знали, что Фич действует сам по себе, имея лишь небольшую команду. Более того, своим поведением Ламана вызывал приняли смелое и расчетливое решение. Они решили ограбить Фича, прекрасно понимая, что если им это удастся, то крутые парни из семьи Димео будут восхищены тем, что молодчики взяли на себя инициативу. Вломились пара гопников ебаных. Стволы на голову крутые. В 1984 году Фич вместе с другими крупными мафиози был арестован по обвинению в рэкете. Несмотря на то, что ему грозила двадцатка, Фич остался верен своим традициям и отказался сотрудничать с хрюшками в обмен на смягчение наказания. В результате Фич отбывал наказание в федеральной исправительной колонии в Алленвуде, где быстро завоевал репутацию жесткого и бескомпромиссного человека. По словам самого Фича, в первый же день отсидки он создал прецедент, завалив столовой громадного гуталина. Однако необходимо помнить, что Фич любил приукрасить свои истории, поэтому трудно с уверенностью сказать, что произошло на самом деле. Несмотря на тюремное заключение, Фич сохранил связи с преступной семьей Демео и продолжал оказывать влияние из-за решетки. В телеграм-канале Последний киногерой вы найдете не только обзоры на новые кинопремьеры, но и интересные факты о кино, а также обзоры популярных и редких фильмов и сериалов. В нашем телеграме регулярно появляются новые посты, которые позволят быть в курсе всех последних новостей киноиндустрии. Подписка на канал Последний киногерой в телеграме абсолютно бесплатная. Ссылку вы найдете в правом верхнем углу, а также в описании под этим видео. Удачи! В 2004 году Фич и несколько других мафиози были освобождены, отбыв сроки, вынесенные в 80-х. Оказавшись на воле, Фич обнаружил, что ему трудно приспособиться к переменам, произошедшим за 20 лет его пребывания в тюрьме. Во время визита в дом Джуниора Фич поговорил с Бобби и Карадо и затронул тему изменений, произошедших в обществе за время его отсидки. Больше всего его удивил тот факт, что бабы бреют кусты. Знаешь, какое самое большое изменение? Шалавы сбривают свои заросли. И это показывает, насколько мафиоза был оторван от реальности. Во время визита также стала ясна реальная мотивация Фича. Старик хотел получить добро на возвращение в бизнес. В частности, он хотел вернуть свою старую букмекерскую контору. Немного поразмыслив, Тони и Джун неохотно согласились. При этом Сопрано ясно донес до Фича, чтобы тот не наступал никому на пятки. Позже Фич ужинал в ресторане с Тони, Полли, Сильвио, Кристофером и их любовницами, включая его собственную барышню Бернис. Однако, когда Малтисанти отказался оплатить общий счет, Фич начал бузить, демонстрируя, что привычки старой школы бессмертны, ну или по крайней мере для деда. Когда Тони Блондетто вышел из тюрьмы, примерно в то же время, что и Фич, Сопрано организовал для него вечеринку. Тогда Фичу стало любопытно, есть ли у Тони что-то на примете, во что Тони Би мог бы включиться. Тони сообщил, что планирует подключить кузена к схеме по краже подушек безопасности, а Бобби досконально объяснил эту схему Фичу, которого не было рядом, когда схема обрела популярность. Фич был шокирован новыми открытиями, попросил Сопрано передать привет Блондетто и удалился. Позже в Бодобинге Сопрано, наблюдая сверху, увидел, как Фич протягивает Тони Би конверт с капустой. Тони искренне удивила, что Фич уже зарабатывает, проведя так мало времени на воле. Тони Би и Фич весело катились в машине после долгого рабочего дня в прачечной Кима. В процессе разговора Фич выразил свою уверенность в том, что поиск Тони Би законного занятия всего лишь прикрытие для его потенциальной карьеры в мире преступности. Он даже сравнил это с собственной пекарней, которая была просто ширмой для темных делишек. Но внезапно их разговор прервался, когда Фич заметил что-то интересное. Он припарковал машину и подошел к компании, занимающейся стрижкой газонов в районе. Фич утверждал, что это место принадлежит его племяннику Гэри. В этом районе газоны стрижут, мой племянник. Я в этом районе 26 лет работаю. Сэл неожиданно вспылил и начал оскорблять Фича, требуя, чтобы его оставили в покое. Однако Фич не сдаваясь ответил на вызов и силой удара по яйцам свалил Сэлла на землю. Но вместо того, чтобы прекратить насилие, Фич продолжил избивать Сэлла, словно разрядившись от накопившегося гнева. Весь этот хаос превратился в жуткую сцену, когда Фич положил руку Сэлла на край тротуара и начал безжалостно топтать ее, в конце концов сломав. К счастью, Тони Би вовремя вмешался, осознавая, что они оба находятся на УДО и не могут себе позволить втягиваться в подобные неприятности. Вскоре выяснилось, что Сэл был давним другом семьи Поли и регулярно подстригал газоны в районе, включая газон тети Мэри. Мы сейчас о реальном газоне. Когда она пожаловалась Поли на племянников Фича, Гэри и Джимми, которые вели себя небрежно на работе, Поли решил вмешаться. В пекарне Фича Поли, приветливо поздоровавшись, начал светскую беседу о проблемах в браке Тони и Кармелы. Сначала обстановка казалась непринужденной, но когда Поли внезапно переключился на конфликт с Сэллом, ситуация резко накалилась. Фич с угрюмым выражением лица, замолчал и предложил Поли Бискотти, но когда тот отказался, старик заявил, что имеет полное право занять район, где работает Сэлл. Гнев Фича только нарастал, и он начал кричать на Поли, обвиняя его в неуважении и непризнании его статуса честного арестанта. Поли не сдаваясь стоял на своем, утверждая, что Фич не въезжает в новый порядок вещей и не имеет никаких привилегий. Это разозлило мафиоза-ветерана, и он с яростью приказал Поли проваливать. Веря в свою правоту, Поли решил навестить Гэри и приказал ему уступить зону Сэлу Витро. Но Гэри не согласился подчиниться требованиям Поли и послал Ореха куда подальше. Это стало каплей, переполнившей чашу терпения Поли, который внезапно напал на Гэри и его дружка. Инцидент вынудил Тони созвать Ситдаун, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Сопрано с мудростью опытного мафиози предложил разделить район пополам. На одной стороне будут действовать Сэл и его люди, а на другой Гэри и его верные помощники. Сэл Витра и твой племянник делят район. Восточная часть Дайра твоя, западная его. Сэл был разочарован, ощущая себя обделенным, но Поли, еще раз демонстрируя свою хитрость и умение найти компромисс, заверил Сэла, что он также сможет стричь газоны Тони и Джонни Сэка. Запад Дайра твой, восток его. Поли, жена моя просто... Однако Фич остался недоволен решением. Тони понял, что должен позаботиться о старике, потому что тот становится проблемой. Ламана совсем не уважал авторитет Тони и постоянно вставлял палки в колеса Сопрано и его команде. Тони надоело пренебрежение Фича. Старик кивал головой в знак согласия, когда Тони давал ему указания, но при этом делал все, что вздумается, заступая на чужую территорию и нарушая установленные правила. Вскоре Тони прознал о коварной схеме Фича по ограблению свадьбы. Несколько автомобилей было похищено с торжества близкого знакомого Тони, и это стало последней каплей. Вспомнив прошлые события, у Тони в памяти всплыл момент, когда во время карточной игры Фич рассказал забавную историю, и после него Тони намеренно рассказал тупую шутку. Вся комната рассмеялась, но Фич остался неподвижным. В тот момент Тони почувствовал, что Фич может желать ему зла, как это сделал когда-то Ричи Април. Тони знал, что что-то нужно предпринять, но не желал прибегать к кровавым методам в отношении старика. Все еще питая уважение к Фичу, Тони искал другие способы урегулирования конфликта. И тут на помощь пришли Кристофер Малтесанти и Бенни Фацио. С помощью обмана они склонили Фича спрятать несколько украденных плоскоэкранных телевизоров в его гараже. Затем судьба неумолимо вмешалась в эту игру. В дом Фича явился офицер Паудо, который заметил один из телевизоров в гостиной. Он провел осмотр гаража и обнаружил остальные украденные телеки. Фич был арестован и его ждала тюрьма, которая стала его мрачным приютом на всю оставшуюся жизнь. Как матриарх семьи Ливия Сопрано буквально нависает над всем, что происходит в шоу. Несмотря на то, что она называет себя закрытой дома и бессильной старушкой, ее интриги как в прошлом, так и в настоящем имеют огромное влияние на психологическое благополучие других главных персонажей. Мы встречаем Ливию в первой серии Сопрано, где она сразу же начинает упрекать Тони за недостаточное количество звонков и отказывается от подарка – плеера для CD, который он принес ей. Она говорит Тони «прекрати мне указывать, как жить моей жизнью, просто замолчи», а также обращается к нему гневным и презрительным тоном. Они обсуждают возможность того, что она поселится в доме престарелых под названием Грингроуф, идея, которую она решительно отвергает. Тони кажется искренне нуждающимся в ласке своей матери в этом первом взаимодействии, в то время как Ливия кажется злой все время. Она отпускает его с репликой «Конечно, убегай!», когда Тони должен вернуться на работу. Тони действительно ведет Ливию на экскурсию в Грингроуф, но она реагирует ужасом и ругается на всех, кого узнает. Тони рассказывает эту историю доктору Мелфи и раскрывает «Теперь, когда мой отец мертв, он святой. Когда он был жив, ничто. Мой отец был жесток, он руководил своей бандой. Такой парень, а моя мать истощила его до маленькой щепки. Он был пищащим маленьким морским котиком, когда умер». На что доктор Мелфи отвечает «Довольно пагубное материнское присутствие». Это взаимодействие намекает на то, о чем в конечном итоге станет шоу. Позже Тони просит свою мать повлиять на Джуна, но та отрицает, что имеет на него какое-либо влияние. Но вскоре мы узнаем, что на самом деле она имеет огромное влияние на него. И Джуниор позже выдвигает идею, что ему возможно придется убить Тони. Молчаливая реакция Ливии на потенциальное убийство сына, однако говорит о многом. В следующей серии мы видим, что Ливия действительно стала опасностью для себя, так как она поджигает свою кухню, частично из-за ухудшения памяти. Кармела предлагает идею о том, чтобы нанять ей помощь на дому, но она отвергает эту идею, подобно тому, как она отвергла идею о переезде в Грингроув. Кармела предлагает ей остаться у них, но и это Ливия отвергает. В конечном итоге Ливия соглашается на помощь, но ее расистские и параноидальные выходки приводят к тому, что домработница отказывается приглядывать за ней. Тем временем Тони и доктор Мелфи снова обсуждают Ливию на очередной сессии. Доктор Мелфи информирует Тони, что не каждый подходит для роли матери, что Тони отвергает, говоря, что его мать старая сладкая пироженка. Доктор Мелфи продолжает разговор и бросает вызов Тони. Она просит его вспомнить какие-то теплые моменты из детства, связанные с матерью, что ему не удается сделать. В конечном итоге Ливия садит на бампер свою подругу, что становится последней каплей, приводящей Тони к тому, чтобы поместить ее в дом престарелых. Оттуда гнев Ливии начинает расти в геометрической прогрессии. Позднее мы видим, как Джуниор посещает Грингрофф, чтобы проконсультироваться с Ливией, и мы наблюдаем, что она способна тонко давать советы, побуждающие Джуниора действовать. Ливия направляет Джуниора на убийство Брэндона Филоне и жестокое наказание для Кристофера, и Джуниор говорит ей, что в другой жизни она могла бы быть боссом семьи. Ливия отмахивается от этого комплимента, сказав, что она болтающая дура, но смысл понятен. Ливия настроена против Тони и будет использовать свою власть любым способом. Ливия продолжает манипулировать Джуном, предлагая ему обложить налогом Хермана Хеша Рапкина, который является одним из ближайших соратников Тони. Сопрано частично разрешает проблему, которую Ливия заварила с помощью своих манипуляций Джуном, но теперь становится ясно, что Ливия в ответе за несколько ходов, которые Карада совершает за кулисами. В эпизоде Дауннек семья узнает, что у Энтони младшего может быть синдром дефицита внимания и гиперактивности, и Тони вспоминает о своем собственном детстве. Ливия насмехается на идее того, что Эй-Джей пойдет к психологу, но затем разгневанно реагирует, когда он раскрывает ей, что Тони сам ходит к мозгоправу. Она гневно говорит, вот что он делает, он говорит обо мне, он жалуется, она не сделала это, она сделала то, я подала свою жизнь своим детям на серебряном подносе, и вот как он меня благодарит. Во флэшбеках мы видим, насколько эмоционально агрессивной была Ливия с детьми. перед лицом Тони и говорит ему, что выколет ему глаз. Позже, когда его отец Джонни говорит о переезде с детьми в Рино, Ливия говорит ему, что она предпочла бы задушить детей подушкой, чем позволить им покинуть Джерси. Затем, в реальном времени, она насмехается на Тони из-за его визита в психиатру. В следующей серии она раскрывает этот факт Джуну, прекрасно зная, что это приведет к серьезным последствиям, так как ходить к мозгоправу табу в мире мафии. Несмотря на то, что она говорит Джуниору ничего не предпринимать, позже она еще больше подстрекает его, сказав, что теперь трое его капа разместили своих матерей в Грингроув. Гнев и паранойя Джуниора достигают пика. Он решает заказать Тони, чего и добивалась Ливия. Далее Тони видит галлюцинацию по имени Изабелла, прекрасную и заботливую итальянку. Доктор Мелфи информирует его, что эта галлюцинация является идеализированным образом матери и результатом подсознания, которое указывает ему на проблемы с его собственной матерью. Этот разговор еще больше обостряется, когда доктор Мелфи говорит Тони, что именно Ливия может стоять за покушением на убийство, что доводит Тони до такого состояния, что он угрожает доктору физической расправой. Мелфи также информирует Сопрано о том, что Ливии чуждо сочувствия и вероятно у нее пограничное расстройство личности. Тони в конечном итоге осознает правду о Ливии и идет к ней, чтобы задушить ее подушкой. Когда ее везут в приемное отделение с инсультом, Тони спорит с ней по поводу ее поступков и она со злорадной улыбкой смотрит на него сквозь кислородную маску. Тони теперь полностью теряет самообладание и персоналу больницы приходится вмешаться. Во втором сезоне Ливия остается в больнице и Тони говорит всем, что она для него мертва. По мере развития сезона ее старшая дочь Дженнис возвращается с западного побережья и мы получаем дополнительное представление об этой токсичной связи между матерью и дочкой. Ливия говорит Дженнис «Ты всегда себя ненавидела, как только ее видит», и сразу начинает подрывать ее самооценку, несмотря на то, что они долгие годы не виделись. Ливия и Дженнис испытывают недолгие нотки радости, когда Дженнис приносит ей музыку из ее прошлого, которой Ливия наслаждается, хотя длится это недолго. Когда Ливия узнает, что ее дети обсуждали медтермин не реанимировать, она начинает издеваться на Дженнис, говоря, что не оставит ей ничего в наследство. Ливия также получает удовольствие от рассказов медсестре о прошлых неудачах Дженнис. Позже Ливия звонит Кармеле и говорит ей, что Дженнис змея, и что она оставит им все свое наследство. Однако Кармелу это заявление не трогает, и она просто ложит трубку. Ливия и Дженнис в конечном счете возвращается в старый дом Ливии, а вскоре к ним присоединяется старый бойфренд Дженнис Ричи Април, подробное видео о котором вы найдете в правом верхнем углу. Ливия в основном обитает в верхней части дома, и Дженнис иногда дает ей дополнительные дозы лекарств, чтобы та спала. Отношения между Дженнис и Ричи также обостряются, и когда Дженнис решитит Ричи в ярости, накачанная лекарствами Ливия имеет только смутные воспоминания о событиях той злосчастной ночи. В конце этой истории мы видим Ливию, Тони и Дженнис вместе в последний раз, и происходит мощный обмен словами, когда Ливия говорит Дженнис, он вероятно бросил тебя, это история твоей жизни. Несмотря на то, что Тони часто испытывает гнев к Дженнис, он использует эту возможность, чтобы защитить ее, говоря Ливии, какие шансы у нее были с такой рюжишь на нее из-за ее веса. Она идет на свидание, возвращается домой и ты называешь ее чертовой бродягой. Однако, ответ Ливии также вызывает неподдельный интерес. Она говорит Тони, я никогда не говорила ничего подобного, ты все выдумываешь, скажи мне, скажи мне, когда я сделала что-либо плохое кому-то из вас, я не всегда была идеальной, но всегда пыталась сделать все, что в моих силах, и я знаю, что вы никогда не любили, когда я пыталась вам указывать, дети как животные, они ничем не отличаются от собак. Это переломный момент в шоу, так как Тони осознает, что и он, и его сестра навсегда травмированы из-за общения с Ливией. В финальной части этой беседы Ливия спрашивает Тони, полагаю, ты даже не собираешься меня поцеловать? Он смотрит на нее, возможно, с некоторой долей надежды, но тут же вспоминает, насколько она токсична, когда Ливия смеется после падения Тони со ступеней. Сопрано в конечном итоге организует переезд Ливии и дает ей украденные авиабилеты. Ливию арестовывают в аэропорту и ей с Тони приходится встретиться вновь. Отныне за Ливией присматривает Светлана, будущая любовница Тони. Затем Тони в гневе кричит на мать и это последний раз, когда они не разговаривают, так как вскоре Ливия умирает. На поминках Ливии мы видим, что ее токсичность живет и после ее смерти. Выясняется, что она испортила множество праздников для своих зятей, дальних родственников, а также близких друзей. И Кармела наконец обнародует перед всеми правду о том, каким человеком она в действительности была. Действия Ливии и Сопрано в вопросах воспитания лежали в основе множества проблем, которые привели к насилию и эмоциональной неустойчивости как у Тони, так и у Дженнис. Ливия была не просто плохим родителем, а токсичным, и психологические последствия ее поведения были под текстом, который сильно пронизывал сериал. В какой-то момент доктор Мелфи говорит Тони, я бы сказала, что у вашей матери по крайней мере есть то, что мы называем пограничным расстройством личности. Данный термин означает интенсивную тревожность, лишенную радости, единственными вещами, которые существуют для этих людей, являются их внутренней фобией. Реальный мир, реальные люди воспринимаются ими как периферия. У этих людей нет ни любви, ни сострадания. Люди с пограничным расстройством личности очень хороши в разжигании конфликтов между другими людьми в их окружении. Однако позже, когда Тони провожает Дженнис на автобус обратно в Сиэтл, он рассказывает о том, как доктор Мелфи сказала, что у Ливии есть нарциссическое расстройство личности. Он объясняет, что по словам Мелфи, их мать имеет нарциссическое расстройство личности. Почему она такая стала? Кто черт его знает? Дедушка Вита был не особо хорошим отцом. Но это не все, что говорит терапевт. Она говорит, что мама это человек, не способный испытывать радость. Таким образом, пытаясь поставить диагноз для Ливии, в какую из этих двух версий мы должны верить. Хотя нарциссизм является одной из черт ПРЛ, обратное не всегда верно. И человек с нарциссическим расстройством личности будет вести себя несколько иначе, чем человек с пограничным расстройством личности. Для того, чтобы человеку поставили диагноз нарциссического расстройства личности, он должен соответствовать пяти или более из следующих пунктов. Имеет грандиозное чувство собственной важности. Например, преувеличивая достижения и таланты, ожидает признания своей превосходности без соответствующих достижений. Озабочен фантазиями о неограниченном успехе, власти, красоте или идеальной любви. Считает себя особенным и уникальным и может общаться только с другими избранными. Требует чрезмерного восхищения. Имеет очень сильное чувство привилегированности. Например, нереальное ожидание особого обращения или автоматического соблюдения его ожиданий. Эксплуатирует других. Например, пользуется другими, чтобы достичь своих целей. Отсутствует эмпатия. Не желается переживать чувством и потребностям других. Часто завидует другим или верит, что другие завидуют ему. Регулярно проявляет надменное поведение. При анализе этого списка в отношении Ливии она, безусловно, соответствует последним пяти пунктам, что указывает на наличие у нее этого расстройства. Основное различие между нарциссическим и пограничным расстройством личности заключается в том, что при втором люди часто идеализируют кого-то, а затем быстро принижают, когда те их разочаровывают. Нанесение себе увечий и суицидальные наклонности также согласуются с пограничным расстройством личности, но не с нарциссическим, где подобное поведение не так распространено. Рассматривая эти различия, личность Ливии, кажется, более соответствует нарциссическому расстройству личности, так как она проявляет мало признаков идеализации других, за исключением обращения к своему умершему мужу как к святому. Ливия, по всей видимости, не испытывает эмпатии к людям и часто манипулирует другими ради собственной выгоды. Возможно, более подходящим вопросом будет наличие у Ливии социопатии, так как её поведение во многих случаях выходит за рамки манипуляций и кажется по-настоящему злобным. Во многих случаях она даже радуется неудачам других и насмехается над своими детьми, когда те терпят фиаско. Она также активно подстрекает к убийству Тони. Это уровень возмездия, которого она желает для тех, кто оскорбил её, что, похоже, выходит за рамки личностного расстройства и становится настоящей психопатией. Таким образом можно справедливо сказать, что Ливия действительно злой человек. В культовой книге Марты Стеут «Ваш сосед социопат» автор говорит о том, что социопаты часто не скрываются в тени, а наоборот, могут быть нашими соседями или знакомыми, которых мы обычно не замечаем. Однако они также могут реагировать с крайней злобой, в состоянии особого стресса или когда чувствуют угрозу. И это, безусловно, работает с Ливией. Автор книги говорит, что социопаты часто оставляют за собой след из разбитых жизней. А это, безусловно, любимое занятие Ливии Сопрано. Подписывайтесь на канал и читайте статью на сайте киногерой.ком и поддержите канал финансово. Это поможет работать сайту, а я смогу делать для вас видео чаще. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...